Сестры, приветствую всех! Христос Воскресе! С наступающим воскресным днём! Сегодня у нас суббота, вечер. И я обычно, вот так заметил, опаздываю на 5-7 минут, когда делаю объявление о прямых эфирах. А сегодня решил, наоборот, выйти в эфир за 50 минут, почти за 40 точнее, до обозначенного времени. Ну, чтобы компенсировать все эти разы, которые в предыдущие эфиры я допускал опоздание своим. Так, ну что? О, господи, звонки. Приходится сбрасывать звонки. Поздравляю всех с сегодняшней игрой. Чемпионат мира по хоккею идёт, кто знает. Всех, кто болел за финнов. Вот. Финны победили со счётом 0-1. Вот. Вот, на самом деле я, конечно, не смотрел. Во-первых, служба вечерняя шла в это время. Ну, а во-вторых... Да, часы сбились. Нет, нет, это я пораньше вышел. Ну, а во-вторых, конечно, я вот в хоккеем как-то не... Да вообще не очень-то увлекаюсь там. Но слышал от многих уже друзей, как они расстроились, да, что наших проиграли. Но зато финнов можно поздравить. Всегда есть неожиданные стороны плюсовые. Потому что у меня есть друзья, которые в Финляндии живут. Вот их можно поздравить. Ну что ж, ладно. Батюшка, здравствуйте. Можно ли молиться на улице, например, читать вечернее правило? Ну, в Евангелии нам Господь говорит, что молитва не должна быть на показ, показной. Она не должна твориться так, чтобы лишние, так сказать, люди наблюдали или видели, были свидетелями. Потому что молитва – это всегда некая интимная сторона души, жизни души человеческой. Это личные моменты тебя и Бога. И вот лучше молиться все-таки так, чтобы особо это никто не наблюдал. А если речь идет о том, например, если вы одна гуляете по лесу где-нибудь или в парке, никого нету, тогда вполне это даже допустимо. То есть, если ты молишься на улице, но ты одна и нет любопытных глаз, я думаю, что, конечно, может. Идем дальше. Всем привет. Спасибо Господи. Что наша жизнь играет. Да-да. Так. Ни у кого часы не сбились, братья и сестры, я просто решил пораньше выйти. К девяти, глядишь, подтянется еще одна волна пунктуальных наших друзей. Молитесь, когда душа просит. Тут вопрос не о времени, когда, а о месте и способе, о форме. Вот о чем был вопрос, а не о времени. Отец Николай, как вы относитесь к сохранению природы, планируете отказаться от пластика? Кстати, да. Вот. Вот. Это мизер, конечно, но я в быту начинаю меньше пользоваться этим пластиком. Я вот однажды как-то вечером разбирал покупки там с магазина там и собрал ворох, целый вот просто ворох пластика, упаковок из-под майонеза, из-под молока, из-под пластика в конце концов. И мне как-то жутко стало, господи, на один раз, вот один раз просто выпить там пол-литра газировки, это я не знаю еще чего. И этот пластик, все, один раз и все. И на несколько столетий он будет валяться и загрязнять нашу природу. Да, я планирую от пластика. Кстати, знаю, что в Европе с 2020, по-моему, года полностью отменят все одноразовые, одноразовые вот эти стаканчики, мисочки, тарелочки, ложечки. Потрясающе, молодцы. Вот, поверите, нет. Я вот сегодня, кстати, слышал, самолет летит, ну, во время службы, окно открыто, самолет пролетал. Он сколько тысяч тонн кислорода сжигает за один полет? Ну, огромное количество. Где-то читал, что один полет самолет, час полета самолета сжигает топливо, сжигает кислородом, эквивалентному там нескольким десяткам гектаров леса, который выделяется вот этим участком леса в течение целого года. Ну, вот как-то, то есть, час самолет пролетел, и несколько, там, десятков гектаров леса вот сгорело, так сказать. Вот, примерно так. Я бы сегодня про это почему-то думал. А может быть, вот создать какие-то генераторы сверхмощные в каждой стране, которые бы генерировали кислород. Ведь есть установки, которые и О3 генерируют, это озон, и О2 кислород из той же морской воды можно, чтобы восполнять потери кислорода в те же озоновые дыры. А если дома перед едой молиться за столом не одна же? Вот вопрос там звучал так. Смотрите, можно ли молиться вне дома, когда человек гуляет по парку, предположим, да? Я на это ответил конкретно. Когда посторонние люди, прохожие, там, зеваки, я не знаю, молодой пары, находятся в парке, в зоне отдыха, и тут вот идешь, читаешь молитвные правила, на мой взгляд, это не совсем уместно. Это не к месту. Потому что в Евангелии Христос говорит нам, что молитва должна быть сокровенной, она должна вот быть спрятана от посторонних глаз. Вот что я всем хотел этим сказать. То, что вы дома молитесь, спросите это у тех, кто у вас дома. Если они не против, да ради Бога. Если их это смущает, молитесь про себя. Ехала в маршрутке, мусульманка девушка сидела, молилась. Какая-то показуха. Вот нормальная реакция постороннего человека на публичную молитву. Вот я с вами согласен. Это действительно похоже на показуху. Потому что молитва к Богу это личный, очень личный сюжет жизни, очень личный момент. И он не должен совершаться под наблюдением, пристальным наблюдением тех, кто в этой молитве не участвует. Все. Как матушка себя чувствует? По-моему, очень неплохо. После вечерней службы они поехали с детьми посмотреть мультфильм. Как перечислить грехи на исповеди? Можно просто говорить, обидел, осудил. Совершенно верно. Вот так и делайте. Не надо как раз делать детализацию. Детализация грехов это утомительно и для батюшки, и никакого пророка в вашей исповеди не принесет. Только если какие-то подробности нужны, чтобы что-то, нечто важное пояснить, я допускаю. Но в целом, говорит, я шла по улице, встретила подружку, вот, а у нее муж пьет, а у него сестра в кредитах, и он ей там обещал, вот, ты стоишь на исповеди, думаешь, господи, останавливаешься, подождите, стоп. Вы пришли Богу покаяться в своих грехах, вы пришли Богу принести раскаяние. Так давайте все-таки о себе и о том, что в вас должно после этой исповеди меняться. Вот что вы должны изменить в себе, какие должны грехи из вас искореняться. И вот тогда человек говорит, а, ну да, все. Батюшка, ну вот я вот осудила подругу, ее брата и его сестру. Вот, понятно, да? Осуждение. Господи, прости, осуждаю, гневлюсь, раздражаюсь, завидую. Действительно, вот исповедь, она должна звучать примерно в таком тоне. Мы называем грех, который мы творим, который в нас живет, который нас мучает, от которого мы хотим избавиться. Вот тогда исповедь будет, скажем так, наиболее правильной. Батюшка, ношение крестика – это традиция или крестика берегает от зла? Вот прекрасный вопрос, сегодня буквально об этом рассуждал тоже там перед крещением. Ношение крестика – это одновременно христианская традиция обычай, который нам напоминает о той цене, которой мы дались, да? Апостолу Павелу чаще вспоминаете, какой ценой вы искуплены. Вы искуплены кровью Христа. Соответственно, крест – это живое, фактическое такое напоминание каждому из нас, что стоило, какой ценой мы были Христом, Господом нашим, искуплены от грехов, от рабства грехов. Вот второй момент. Действительно, крест Христов имеет силу, благодатную силу, изгонять и действительно прогонять нечистую силу и все зло, которое с ней связано. Однако, кто-то спрашивает, а почему мы вечером молимся молитву Кресту? О, причестный живота рящий крести Господень, помогай мне со святой госпожей Богородицей. Ну, там, кто знает, кто читает молитву, знает. Так вот, вот эта молитва все-таки не дерево, она обращена к Господу Иисусу Христу, который крестом, то есть это молитва жертвенному подвигу Иисуса Христа, который совершился на кресте. Мы обращаемся все-таки к Господу, вот, через призму креста, который Христос претерпел. И крест, нательный крест Богом имеет вот эту благодатную силу, Богом она дана. Для того, чтобы действительно нас сохранять, оберегать и защищать. Так что, многократные, многократные случаи об этом свидетельствуют, когда человек перекрестился и... Вот у меня был случай такой, не знаю, вам понравится он или нет. Ну, я учился в воскресной школе, я был, ну, отроком лет 14 мне было. Ну, как-то я пошел на речку купаться. Вот, но ничего, с водой там ничего не было связано. Просто, пока я... Ну, речка там метров на 15-16 в ширину, вот у нас в Таромосколе, наверное, не крайне весенней, кто знает. Так вот, я увидел, как на меня, там просто речка она такая, местами блока, а в некоторых местах она по колено. В общем, я стоял, когда в том месте, где по колено. И я увидел, как на меня бежит собака, боксер, марки боксер, порода. Вот, она бежала не просто, там, понюхать, там, еще что-то. Она бежала накинуться и, ну, буквально растерзать. Это было просто, вот, яростное, страшное выражение ее морды. Вот видите, даже телефон упал. В последний момент, вот, перед тем, как она напряглась, чтобы подпрыгнуть на меня, потому что боксер прыгает, всегда в шею сцепляется, я успел отвернуться и перекреститься. И ничего не произошло. Я вот, вот, ну, ну, мальчик, 14-й, это был 99-й, по-моему, год, или 2000-й. Все, что я успел сделать, перекреститься и просто, ну, закрыться от нее. Был последним, вот, доля секунды, до того момента, как она должна была прыгнуть. Но я стою, потом поворачиваюсь и вижу, как она убегает от меня, просто в стремглав через реку убегает в совершенно другую сторону. Вот такое для меня личное было явление той силы, которую крестное знамение и ангел-хранитель дает нам. Здравствуйте, батюшка, помолитесь за меня, я заболела температура, Анастасия. Помоги вам, Господи, Анастасия, скорее исцелиться. Помолимся за вас на литургии завтра. Добрый вечер, ждала в 21-й, а тут такая радость. Ладно, спасибо. Христос воскресе, воистину воскресе. Я ожидаю ваших ответов и советов. Машина тоже загрязняет воздух. Да все загрязняет воздух. Я тут не говорю, потому что надо резко бросить все. Но по возможности. Пластик не бросайте в землю. Не знаю, пакеты какие-то. Все это должно собираться и утилизироваться. У нас в Старом Асколе наконец-то открыли единственный первый центр в городе по сбору пластика. Я очень рад этому. Добрый день, батюшка, скажите, пожалуйста, можно ли в ваш храм приносить бывую одежду? Хотя есть даже с этикетками, игрушками, посуду и так далее. Есть нуждающиеся. Смотрите, у нас централизовано, собирает это в Старом Асколе храм Рождества Христова. Белый храм такой, я думаю, знаете. Вот там есть у них специализированное помещение. Туда можно сразу. Потому что у нас храм маленький и иногда просто заваливается. У меня сегодня родилась идея. Не знаю, помолитесь, чтобы Господь ее, может быть, даст Бог, она реализуется. Мне хочется начать несколько раз в неделю кормить горячей едой бездомных. Чтобы, может быть, автобус там у нас. Как бы мы там договоримся с рестораном с одним. Есть у меня такие мысли. Мы на себя возьмем там оплату. А ресторан будет варить нам кашу там или супы. Первое, второе и чай или компот. Термосы закупим. И вот, может быть, даже какую-нибудь машину нанимать. Газель. Два-три раза в неделю кормить бездомных. Вот, потому что, потому что это надо. Вот такие мысли сегодня у меня в голове. Слава Богу, даст Бог, это все получится. Ну, а вообще в идеале, конечно, создать такой центр помощи. И вот с одеждами, с одеждами, с игрушками, с колясочками, с памперсами, со всем. Иногда там бывает, ну, такое бывает в жизни, всякое. Умер человек, осталось инвалидное кресло, кровать там специализированная. А другому как раз нужна. Я несколько раз уже так вот был посредником. Одни отдают, другие получают. Так что, ну, я думаю, надо всем храмом немножко этим заниматься. Батюшка, лежу после операции, не могу быть на сегодня завтракшей служой. Слушай аудио или прочитать лучше, помоли два слова. Можно сказать, что это какого-то рода присутствие на службе. Ну, конечно, да. Конечно, там определенное присутствие молитвенное. На велосипеды пересаживаться надо или для здоровья полезно? Да, мы вообще для земли только ущерб приносим. Сохраните эфир, пожалуйста. Батюшка, можно читать молитву про себя? Можно, вполне допускается. Завтра можно будет к вам на службу идти и во сколько? Да, приходите в 9 утра служба у нас. Всегда в 9 утра. Нужно ли взять благословение у батюшки и благословение на причечение каждую неделю? Это только с тем священником, у которого вы исповедуетесь. Это с духовником надо решать. Почему церковь не признает ванну? Да нет, мы признаем ванну. Но я, конечно, понимаю, что вы про ванну говорите. Просто опечатка. Сейчас отвечу. А может эта мусульманка как раз так и не видит никого, кроме Бога, и ей никто не мешает? Ну, рассуждать можно много, может быть, а может быть так, а может быть сяк. Мы не мусульманки, и конкретно нам эта мусульманка, она сейчас совершенно не нужна. Мы говорим о нас, что в Евангелии Христос сказал так, цитата. Ты же, не будьте как лицемеры, молящиеся в толпе народа на перекрестках улиц, трубящие о своей молитве. Ты же, когда хочешь помолиться, закрой дверь твою в комнате и помолись тайно. И Отец твой Небесный, видя тайное, воздаст тебе яви. Я процитировал слова нашего Господа. Все. Был вопрос, вот ответ. Рассуждать про мусульманок, мне кажется, неуместно. Потому что мы, вот, у нас всегда какой-то люфт есть. Вот батюшка сказал, привел там мнение, основанное на Писании, на словах Евангелия. А у нас люфт, а может, а вот, а вот. Тут вот, не то чтобы я такой авторитарный человек, но давайте к священному относиться более категорично. Вот сказано, значит так. Нет вот этого какого-то подхода либерального, что вот как тебе кажется, может быть так оно и надо. Ну, я думаю, вы меня услышали. Почему церковь не признает Вангу? Потому что Ванга не является ни святой, ни праведницей. Она провидица, совершавшая все эти свои предсказания силой сатаны. И когда о ней пошла молва, к ней приехал митрополит Максим, по-моему. Ну, митрополит города София болгарского, где она проживала. А взял с собой он крест, да, а внутри маленькая частичка древа креста Господня. Кстати, вот тут вопросы были о кресте, да. И когда он приехал поговорить с Вангой, потому что он не понимал, это были еще те годы, когда о Ванге только начинали узнавать. Он хотел узнать, что же это за человек испытать. Она, когда он подошел к дому, сказала, скажите ему, пусть с себя снимет это, и только тогда я его приму. И когда это ему передали, он сказал, ну, я теперь все понял, развернулся и уехал. То есть она попросила снять с себя крест, тогда только я буду с тобой разговаривать. Все. Мне кажется, этого единственного эпизода уже достаточно. От неверующего мужа вчера фразу услышала, что мы, две простофили, живем с Божьей помощью. Здорово. Не знаю, может быть, он что-то имел в виду, надо уточнять, что он хотел этим сказать. Добрый вечер, отец Николай, всем счастливым. Спасибо, Господи, Марина. Когда в больнице лежишь, уместно ли молиться не вслух, лежа на больничной кровати в присутствии других больных? Вот пятый раз, наверное, уже мы эту тему косвенно затрагиваем. Молитва не должна звучать так, чтобы те, кто не собираются молиться или не хотят молиться, может быть, они-то читают кроссворды. Я пять лет служил в больничном храме и знаю, о чем говорю. Помолитесь так, чтобы про себя, чтобы в уголочке перекрестились, прочитали правила Евангелия. И аминь. Все, прекрасно. А вслух, там, всех начинать на эту молитву настраивать, проповедовать в палате. Я это часто видел, наблюдал. Это только людей раздражает. Поверьте. Лучшая проповедь о Христе – это скромная, тихая, мирная, радостная атмосфера, с которой человек коммуницируется с другими, с остальными. Как и сложно, я сказал, господи, аж самому страшно стало. Короче, проще говоря, братья и сестры, если вы лежите в больнице, не надо никому ничего навязывать. Ни молитву, ни разговора о Боге. Сами помолились молча, перекрестились, всем улыбнулись. Доброй ночи пожелаю. Как молиться за встречных людей, которых не знаю? Начните за себя хотя бы молиться, там, за близких. Давайте. Вот так вот. Далеко зайдете. Вы даете послабление на молитвное правило перед причастием на детным мамам? Даю. Батюшка, спасибо за молитву, Робби Божий Наталья. Ей немного легче. Молимся нашей девочке. Да, это в WhatsApp вы мне сегодня утром. Мы за нее на проскомедии, на обедне, на молебне Наталью упоминали. Что там? Младенец Лука, помолитесь. Там, вот, сепсис у малыша. Мне, наверное, покрестили. Остец Николай, в вашем храме писаны иконы, писаны все. Я этим очень, ну, горжусь, слово не то, а очень этому рад. Потому что у нас очень хороший анастас и все иконы писаны. Это была моя принципиальная позиция, когда храм мы строили. Вот мы с нашим главным и единственным спонсором об этом говорили, что только писаны иконы должны, только настоящие. Можно исповеди грехи, о которых слух сложно каяться, написать на бумаге и не произносить? Можно, да, так делаю вполне. Нужно ли освящать крести, купленные в храме? В храме, как правило, все крестики освящают. Так что я думаю, что нет. Здравствуйте, отец Николай. Скажите, можно ли хранить фото и вещи умершего человека? Ведь кто-то говорит, что нельзя. А ведь раньше люди передавали свои вещи из поколения в поколение. Можно, Оксана, можно. И как раз вот это правильно говорите. О том, что вот слово символ, да? Помните, вот такое слово символ греческое. Оно изначально что имелось в виду? Вот брался какой-нибудь, ну, даже тут такой телефон, брался какой-нибудь, ну, предмет, ну, предположим, какая-нибудь статуэтка. И она аккуратно, ну, так, ломалась, так, чтобы по присоединению, вот раз сложил и получилось опять одно целое. И когда люди расставались, люди расставались, то вот символ, это была как вторая часть, половинка, да, которая тебя тянула, ну, конечно, по вере греческой мифологии, тебя как бы притягивала к тому, у кого вторая половинка, символ, символика. То есть вот эти предметы священные, вот эти маленькие памятные какие-то подарочки, это очень всегда было важно. Особенно, когда человек уходил там в другую страну, уезжал, не было же телефонов, ничего. То есть человек в какой-то степени он умирал. То есть все, ушел в рекруты, да, например, у нас в Российской империи, ушел служить. 25 лет раньше служили в армии, в рекрутовской повинности. Где он воюет, как он, что у него болит, аппендицит у него, зуб заболен, ничего неизвестно. Письма приходят там спустя 3 месяца, там, в лучшем случае. Одним словом, как раз таки всегда в старину именно вещь олицетворяла собой память и связь с тем человеком, который уходил, может быть, даже навсегда, которому больше ничего и человека не мог знать и так далее. Так что вполне нормально все это хранить. История жизни все нормально. А где был хозяин собаки? Да кто его знает, где он был? Вы думаете, я это помню? Я помню. Ну, ты просто идешь, ну, вброд через реку. Тут на тебя, вот так, в боковом зрении, ты видишь, что на тебя бежит сумасшедший пёс. Всё. Ты всё, что успевал, сделал, перекреститься, отвернуться. Так что я не помню, где он был. Добрый вечер, отец Николай. А нательный крестик, приведённый за горы Афон, имеет более духовную ценность или не более других, приобретённых в храм? Спасибо. Тут и да, и нет. Вот вы удивитесь, Ирина, наверное, моему ответу, потому что крест, освящённый по православным канонам, он действительно, ну, как сказать, имеет одинаковую благодатную силу, как и любой другой крестик. Однако, вот в силу того, что эта вещь привезена, вот конкретно этот нательный крест или там иконочка, именно со святого места, это усиливает наше восприятие той благодати, того места, монахов, которые... Ну, одно дело, просто там штампуют где-нибудь ювелирки, да, а другое дело, там монахи в монастыре сделали своими руками с молитвой. То есть, вот этот субъективный фактор, что ты ещё более ценишь этот крест, ещё более... То есть, это, знаете, вот как зеркало, вот смотрите, какое зеркало больше отсвечивает солнце? Ну, условно говоря, вот такое или вот такое? Да, одинаково оно отсвечивает. Но, если солнце светит сквозь туман, будет отблеск один, а если солнце светит через ясную погоду, да, через просто отверстое небо, то отражение солнца будет ещё более сильнее и светлее. если ваша вера в этот крестик, привезённый с Афона, она ярче светит, вера ваша, прям как луч направлена, то и крест этот вам действительно будет отсвечивать той благодатью, той верой, с которой вы к этому крестику относитесь. Вот как-то, вот, может быть, я не точно, но вот так я понимаю это. Добрый вечер. У меня дедушка Павелина Линда до сих пор не знаю крещённая. Он наш мир от фашиста спасал. Вопрос, как его поминать? Поминайте, как крещённого, потому что всё равно в те времена всех крестили в детстве, даже в советской времене. Крести, не поминайте, хуже не будет. Сноски в Библии когда появились? Почему в разных редакциях разные? Сноски в Библии появились уже буквально через несколько десятилетий после появления Ветхого, книг не Ветхого Завета, книг Нового Завета. Раньше, конечно, текст писался вообще слитно, вот просто единой строкой. Все древние тексты писались без пробелов, без знаков припинания. И, соответственно, культура письменности, она росла. Сначала в Римской империи первые появляются вот такие грамматические правила, орфографии, грамматики и так далее. И когда эти правила появлялись уже в цивилизованном мире, то, естественно, эти правила начали применять и к священным текстам. Логические ударения ставить, пробелы, новые абзацы и так далее. Вот и все. А почему в разных редакциях разные? Потому что разные редакции. Мне кажется, тут в самом вопросе уже есть ответ. именно потому что это разные редакции. То есть, редакция, я хочу заметить, текст один, текст один, но Библия Короля Якова, которой пользуется весь протестантский мир, она редактировалась в 16 веке при участии Уильяма Шекспира, насколько я понимаю, насколько я помню точнее. Синодальный перевод редактировался, тот же текст, только в русском варианте, редактировался величайшим человеком Филаретом Дроздовым и четырьмя духовными академиями Питерской, Московской, Казанской и Киевской. Знатоками, лучшими знатоками еврейских, арамейских, греческих текстов. Считается, что Синодальный период самый лучший, Синодальная реакция самая удачная, успешная и близкая к максимальному правильному тексту. Так что наша Библия, наша редакция Библии самая достоверная. Помоги Господи Анне в дороге, укрепи Господи и благослови ее. Помолитесь за идею про бездомных. Самим нельзя варить, зачем переплачивать? Не все так просто. Санэпидемстанция, если нет лицензии, оштрафуют. Не все так просто. Вот вы сейчас начнете кормить бездомных, к вам может любой сотрудник правоохранительных органов приедать. То есть, нужны печати, нужны санэпидемстанции, нужны очень многие вот эти бюрократические моменты. Есть такой центр детский на микро, на лебединоце. Ну, слава богу. А, ну это на рудничном микрорайоне. Там у нас кризисный центр. Когда-то мы, когда он только начинался, он в моем доме полгода располагался. Там жили женщины, одинокие матери, у которых, ну, которым некуда идти. Они родили, некуда им идти. Да, первые полгода они у нас в доме жили. Это был 2012 год еще, я помню. Как хорошо, что эфир я такой раздраженный, очень редко в таком состоянии. И мне это не нравится. Начинаю обращать на все. Срываюсь. Вас надо в угол поставить на горох. Батюшка, почему в храм гроба Господня разрешается женщина заходить без покрытой головы? Ну, потому что это в какой-то степени стало место массового паломничества туристического в том числе. И там, где огромный поток, вот заметьте, Казанский собор, да, например, в Питере, ой, Исаакиевский, ну, и Казанский, Исаакиевский, какая разница, в принципе, храм Василия Блаженного. То есть, там, где люди идут как туристы, вот там почему-то обмерщение храма, святого места заметно. и с непокрытой головой, и очень много таких вот моментов. Я бы, например, помню в Турции, когда был храм, где служил Святой Николай Чудотворец, Мира Кекова, да, сейчас этот город, раньше, Мир Ликийский. Так вот, там вообще в алтарь женщины входят, ну, в старый алтарь, престол, на котором когда-то служили, вот там я поразился, что женщины заходят, становятся, там на престол руки кладут, для меня это было страшно. Что поделать? Умор, как там, огненная, умрава, да? Батюшка, почему, а, помоги, Господи, батюшка, вам в вашем благом начинаем. Спасибо. Отец Николай, лежу в больнице, была операция в четверг, сегодня заходили сестра в палат, сказали, что завтра служба будет при больнице. Цель имена здравия, кто же пожелал? Такое возможно? Да, вполне себе, это практика нормальная, все правильно. У всех виснет или только у меня эфир? Нет. Я у себя не висну, я смотрю, все хорошо. А почему Бог, если он всесиленный, всемогущ, после грехопадения не взял и не уничтожил зло и все грехи человеке обратно, пока еще люди не расплодились и грех не умножился. Потому что Бог не такой, как мы. Что важно. Это у нас с вами, мы с вами мыслим категориями своей грешной, слабой, человеческой натуры, природы. Вот нам кажется, как тараканы побежали тапком, тапком, тапком. Во-первых, Бог изначально видел в человеке склонность. Вот вы поймите такую вещь. Когда вы рождаете ребенка, у вас вот никнейм мамочка-пианист, насколько я пианистка, значит, вы мамочка, значит, вы, рожая ребенка, знаете, что у него будут, конечно, болезни, он будет и температурить, и кашлять, и где-то, может быть, не дай бог, упадет там шишку себе набит и так далее. Но вы все равно хотите, чтобы он жил и простите, я, может быть, цинично немножко рассуждаю, но это вот хорошая аллегория. Но мы все, давая о жизни ребенку, знаем, что, простите, уж самое страшное скажу, мы все знаем, что даже наши деточки, прожив долгую счастливую жизнь, ну, они умрут. Пусть им будет, там, даст Бог, за 80, за 90 лет, как минимум, но и когда-то, и их, но мы же все равно им жизнь даем. И эту логику вопроса можно так сказать, а почему, когда только родился ребенок, там, у него там гемоглобин слабенький, он там, что-то у него там с кровью, порог сердца, там, могут заподозрить врачи, почему сразу его, нет, не шлепнуть и нового не родить, пока он, ну, дальше не стал мучиться. Вот, понимаете, вот логика вопроса, то есть, мы рассуждаем именно грешным, каким-то, ну, таким вот разумом, грешным, страстным. Господь сотворил человека не для того, чтобы он автоматически делал добро, он не роботов творил, он творит человека, зная, что у человека будет горький опыт познания добра и зла, что у человека будет горький опыт набивания шишек, но именно набив шишки, он больше никогда, понимаете, есть такое понятие непадательное состояние, только когда был горький опыт, человек будет ценить добро, только когда человек что-то терял, он начинает ценить то, что у него было. Там собаки лают. Одним словом, искушение, как Христос говорит, искушением надлежит быть, надлежит, но именно через искус, через искушение человек коренеется в добре. Чтобы человека в добро сознательно вот так сказать, обратить, он должен скорбным путем пройти. Я надеюсь, вы меня поняли. Поэтому Бог, сотворив человека, не давит их, как тараканов. Хотя были эпизоды, когда Бог приходилось по причине страшного, резкого, просто деградации, просто безумной деградации приходилось вновь в потоп, например, или Содом и Гамора. Когда Бог посылает ангелов к Лоту, а весь город пришел, дайте нам этих юношей, мы хотим их изнасиловать. То есть, понимаете, Бог послал ангелов, и приходят эти целые улицы, толпы, пришли со всего города и говорят, мы видели к тебе, Лот, к тебе зашли юноши, мы хотим их познать. То есть, все, это уже просто, это уже не люди, это скот. И тогда пришлось уничтожать эти города. Потому что это, знаете, как уже вирус. Все, это вирус пришлось. И то Господь их все равно их воскресит. Господь этих людей все равно в жизнь призовет на страшном суде. Может быть, потом их оправдает, помилует, мы не знаем. Я думаю, каждый должен задумываться о своих деяниях. Какая разница, какая вера. Ну, вот, шедевр, что сказать. Вы просто гений. Гениально мыслит Дина. Какая разница, какая вера. Ну, конечно. Если бы я сейчас был муфтием, только заодно то, что вы мне написали, какая разница, какая вера, вас могли бы побить в 27 странах этого мира, которые живут по закону шариата, вас бы побили палками. если бы муфтию сказали, какая разница, какая вера. Вот, уже сам этот факт должен вас насторожить, что далеко не так все просто. Вопрос обусловлен абсолютным непониманием с вашей стороны, что такое вера. Какая разница, какая истина, вот так можно сказать. Какая разница, ну, например, главное целоваться. Какая разница с женой или целоваться с соседкой, там, с подружкой, жены, с кумой. Главное же целоваться, главное любить, а какая разница кого. Можно вообще сегодня одну, завтра другую. Вот понимаете, то есть, вот говорить про веру так же. Какая разница, какая вера, главное верить, там, главное, чтобы добро было, добрые дела. Нет, вы не правы. Потому что истина может быть только одна, Бог может быть только один. Только один Бог, их немного, Он один, единственный, и истина в Нем, и вера в Него истина только одна может быть. А когда человек сегодня, он Ошу читает, завтра он к гадалке пошел, послезавтра у него йога, медитация, потом он в храм свечку пришел поставить, потом с кришнаитами он песни попел, это блуд, это человек, который блудит, он Богу изменяет постоянно, с одним, с другим, с пятым, все. Так что, далеко все не так просто, как вам кажется в этом смысле. За какие грехи Иисус Христос умер? Он жил 2000 лет назад, я живу сейчас, но он авансом уничтожил мои грехи. Зачем тогда ходить на Истмит? Запуталась, простите. Очень хорошо, что вы такой вопрос задали, прекрасный вопрос. Вот хорошо, что мы сегодня затрагиваем другие религии, вот так вот, немножко рассуждаем о разных верах. Смотрите, я часто об этом говорю, еще схожу. Вот в молитве Отче нашим мы просим Бога, между прочим, оставить нам наши долги. Помните, да? Отче наш, оставь нам долги наши. Так мы говорим. То есть, долги имеются в виду наши грехи. Соответственно, возникает вопрос. Ну, если ты должник, ты нахватал кредитов, долгов, ну, подожди, почему тебе должны, вот почему, позвони в банк, скажи, а вы не могли бы мне оставить 4 миллиона долгов? Я вот квартиру у вас брал, ипотеку, машину. Оставьте мне мои долги, ну, оставьте. Я просто раскаиваюсь. Я больше так не буду, ну, мои долги оставьте, да? Ну, улавливайте мою сейчас, да? Вот я выстраиваю как бы такую линию, сюжетную линию. А вам скажут, а на основании чего мы должны, вы, подождите, вы брали, брали, верните. Долги надо отдавать. То есть, возникает вопрос, на основании чего мы с вами каждый день в молитве Отче наш просим оставить нам наши долги? Ну, кто-то мне скажет, ну, потому что мы добрые дела делаем. Ну, хорошо, я вам возражу. Ну, вот за грех аборта сколько раз нужно бабушку через дорогу перевезти? Это вообще может быть адекватно? Ну, кто-то скажет, ну, мы стараемся, мыкаемся. Хорошо, покаяние, это очень хорошо. Но все-таки, не кажется ли вам очень странным, что человек может грешить, проливать слезы, или даже кровь, лишать жизни, делать обездоленными других людей, унижать. А потом просто он пришел, думал, покаялся, там, Господи, ну, прости меня, я сожалею, вот я такой, вот такой, какой я есть, прости меня, прими меня. И прямо Господь взял и простил, да? Нет, все не так просто. И вот во всех религиях этот вопрос очень остро стоит, всегда остро стоит. А на основании чего? Какой формы ты пытаешься расплатиться за свои долги? Откупиться? Во всех религиях ответ очень простой, между прочим, одинаковый. Во всех религиях человек приносит жертву. Жертвоприношение. Чаще всего он режет баранов, там, режет какое-то животное. Через жертвоприношение человек показывает, что он пытается смыть себя свои грехи, снять с себя весь этот груз долгов, расплатиться за свои грехи. Иногда даже самого кровь самого грешника проливается за особые грехи, сам грешник своей кровью расплачивается с Богом. Вот теперь вопрос самый главный. Вы сказали про Иисуса Христа. Почему? Да, Иисус Христ... Так вот, оказывается, что за нас, христиан, за церковь, слово церковь, напомню, переводится как собрание. То есть за собрание верующих, за собрание христиан, за нас, крещенных, умер и стал жертвой наш Господь. Вы правы, да, авансом. Действительно, Христос 2000 лет назад Господь стал человеком и стал жертвой. Он на кресте отдал свою жизнь, пролил кровь. А мы этой жертвой можем, мы ее актуализируем ровно в тот момент, когда мы ей пользуемся. Иными словами, причаститься, то есть соединиться к этой жертве в тот момент, когда ты приходишь в храм, исповедуешься в грехах, признаешь себя грешником, обещаешь Богу исправление, и тогда, если священник выслушал, поисповедовал, тебе разрешил причаститься, вот в этот момент, когда ты принимаешь причастие, жертва Христа, совершенная 2000 лет назад, актуализируется для тебя, кровь Христа смывает из тебя все твои грехи. В этот момент сам Иисус Христос становится твоим искупителем, и все твои долги, грехи, им оставляются, прощаются. И почему им? Потому что Он умер за тебя, Он имеет власть простить тебе грехи, потому что Он умер за твои грехи, Он был этой жертвой. Это сложно, может быть, сходу понять, но в этом и есть, ну, как бы, стержень христианской веры. Почему мы носим крест? Вот, я поднял крест, да, священнический, потому что на нем за наши долги расплатился Сын Божий. И когда мы в молитве Отче наш, говорим, Отче наш, оставь нам долги наши, это значит, что мы у Отца просим простить наши грехи, потому что мы любим Его Сына, мы каемся в своих грехах и принимаем ту жертву, которую совершил сын. Если человек не причащается, ну, вот это, знаете как, вот смотрите, ну, позвонили с банкой, сказали, смотрите, у вас 4 миллиона кредитов, вы у нас в черном списке, уже приставов там на вас, уже все, конфискация должна быть, но наш директор банка просто какой-то удивительный человек, он смиловался и сказал, мы простим все ваши долги, пусть только должник приедет, там, заполнит, там, бумаги, подпись поставит и мы закрываем ему кредитную историю. Как только он приедет, все это сделает, все эти манипуляции, мы, я с ним хочу поговорить еще перед этим тоже, вот, посмотрю на него, если все, вот, будет говорить, что это добрый человек, оказавшийся в трудной ситуации, мы пойдем навстречу, мы сделаем ему великое благо, мы все его долги закрываем. Человек выслушал в трубку, говорит, вы знаете, я бы рад прийти, но я с друзьями собирался на рыбалку поехать, а послезавтра тоже не могу, у меня там, это, на огороде, мы же картошку окучивать собираемся, поэтому, как-нибудь я заеду, ну, потом, потом, может быть, сейчас, попозже, попозже, потом, потом, улавливайте, да, на что я намекаю, вот, твой Господь за твои грехи на кресте умирал, твой Господь предлагает тебе полностью очиститься, измениться, оставить все свои грехи, начать другую жизнь, вести благую жизнь, праведную жизнь, в любви, в радости, в мире, в благодати, а ты говоришь, да, ну, здорово, конечно, что все мои долги искупил Сын Божий, что надо прийти, принять Христа, причаститься и начинать новую жизнь, но я пока не буду, там мы с друзьями завтра едем на рыбалку, но вы поняли, почему я все, вот примерно так же выглядит та ситуация, когда христианин не причащается, он просто не пользуется тем даром прощения грехов, которые ему принес ценой своей смерти Сын Божий, Добрый вечер, отец Николай, представьте что-либо из книг Иоанна Богослова, с какой начать изучать его трудно, конечно, с Евангелия, а потом Соборное послание, первое, второе, батюшка, молиться дома перед иконами можно, извините, в ночнушке или одетой, не глупый вопрос, можно в ночнушке, можно пошучу, святых вы не соблазните своим видом, не волнуйтесь, да, ну, одноженным, конечно, не надо, я у вас вышед увидел Федора Стратилата, да, мне это люди вышли и подарили на память, совершенно верно, но все остальные, большинство остальных икон, в иконостасе, в двунадесятые и так далее, и так далее, они у нас писаны, Федор Стратилата подарил человек, который давал обет, я не буду в подробности рассказывать, но он давал обет, он его выполнил, в часть этого принес в храм, простите, батюшка, проясните, пожалуйста, можно ли молиться за врагов, очень многие священники говорят, что молясь за других людей, мы как бы выступаем в борьбу за душу человека, Иисус сказал, молитесь за проклинающих, я думаю, что здесь надо слушать самого Господа, который сказал, что любить врагов, надо, любить, любовь, это в чем выражается, в том, как раз в том, что мы за них молимся, что мы знаем, что он враг наш, что он творит зло, неправду, может быть, интригует, может быть, откровенно нам вредит, но наша любовь к нему выражается в том, что мы за него молимся, мы говорим, Господи, вразуми его, Господи, прости ему, он с катушек слетел, прости его, Господи, и мне помоги, вот это и есть любовь к врагу, благословляйте клянущих, благотворите ненавидящих вас, да, это заповеди Иисуса Христа, одни из самых сложных, но их надо выполнять, конечно, так, зеркало напротив входной двери нельзя вешать, не знаю, какая вообще разница, говорят, курда я, а пошли доек не нашли, вот, это все, что я могу сказать по этому поводу, батюшка, нужно ли повторно исповедать грехи, если совесть мучает, или стоит забыть их и жить дальше, я думаю, вот именно вам, вам именно с тем священником, у которого вы исповедуетесь, нужно этот вопрос поднять, потому что какие-то грехи, я не знаю, тут очень, очень, может, неоднозначно все быть, здравствуйте, я тебе сказал, низкий поклон за ваши спутеры, спасибо, Господи, благодарю вас, Елена, мир вашему, спасибо, сейчас Николай, как сложилась ситуация с вашими щенками, да вон они лаяли, слышали, живут, ну, все двое осталось, у меня живут, не знаю, что с ними делать, здесь Николай, вот такая ситуация, вот у меня есть вопрос, есть знакомые, Е28, двое детей, ее бросили давно, сейчас она встретила человека, он ее любит, он богат, но есть одно, но, она беременная, пять, пять, что пять, пятый раз, давайте заново, а, пятый месяц, все, что ей делать, беременна не от него, сказать правду ему, или жить дальше, и лгать им ради детей, очень сложный вопрос, я, наверное, не решусь, что-то категоричное, определенное говорить, но я постараюсь свою оценку дать, ситуации в целом, ситуация такова, что человек в блуде, в смертном грехе, вот, это уже первое, что крайне нехорошо, что она, видимо, не замужем, и зачинает дитя, не будучи замужем, сам факт того, что она, эта женщина, зачинала одного, а вероятно, что имеет отношение интимное с другим, тоже не к лицу, вот, ситуация, с духовной точки зрения, конечно, мерзкая, что сказать, мерзкая, но, милостью Божией, Господь, стопы человеческие справляет, вот, хочу и пожелать, чтобы, если вы, конечно, способны передать это, да, такое пожелание, чтобы она, сейчас, сосредоточилась, не на том, говорит ли ему правду, этому человеку, или не говорить, а, вот, поверьте, лучше всего, и сейчас, эту тему, не поднимать, а развивать отношения с этим человеком, и каяться Богу на исповеди, обязательно, идти в храм, исповедовать, спричаться ей, не допустят, пока она замуж не выйдет, и Господу принести раскаяние в такой страшной духовной жизни, ну, вообще, просто не духовной, бездуховной как раз жизни, ей нужно каяться, пока этот вопрос, пусть она отложит, пусть она родит спокойно, ребеночка, если он любит, в итоге он примет ее, даже когда узнает, но сейчас, эту тему ей, вот, я не говорю, да, не говорю нет, но я говорю, что сейчас этого не нужно делать, ни да, ни нет, не вовремя, это не тот момент, чтобы такие вещи, сейчас решать, пусть сейчас она развивает с ним отношения, любит, значит, возьмет замуж, и так далее, и так далее, пусть она с Богом развивает отношения через покаяние, через исправление своей жизни, а потом, даст Бог родиться, младенец подрастет, сама она примет решение, что и как сказать, и нужно ли будет и вообще говорить, вот такое мое мнение, я думаю, что это золотая середина и какое-то самое верное решение, сейчас, надеюсь, я не ошибаюсь, батюшка, у меня после мамы осталось много икон, больших и маленьких бумаг, больше я установил на иконостас, а много небольших продолжает лежать в коробке, не грех ли это, как быть, принесите их в храм, вот отдайте, поставьте, пожалуйста, какой труд Игнатий Бринчин почитает для начала изучения его трудов, аскетические опыты, два тома, письма, слово о человеке, слово о смерти, тоже почитайте, простите, благословите, скажите, а если послушание в онкобольниц, как же не проповедовать больным или как быть, ну, поймите, вот тут такие нюансы важны, там человек спрашивал, если он лежит в больнице, а если у вас вообще служение в больнице, то это ваше обязательство, вы не путайте одно с другим, одно дело, когда человек лежит в больнице, и вот он начинает проповедовать, в кавычках, лучше бы он молчал, я сколько раз таких, такие ситуации встречал, когда человек начинает что-то там рассказывать, навязывать, потом уже все доходит до проклятий, типа, вы все грешники, вы сгорите в аду, вы вот лежите, идите все в храм, делайте как я, читайте вместе со мной Акафист, потом уже в него тапки кидают, говорят, слушайте, ну, понимаете, вот о чем шла речь, что ты, будучи пациентом, не навязывай, не заставляй никого, не принужай никого, а если вы там трудитесь, у вас там послушание, то это ваша прямая обязанность, вот так, я когда на сохранении лежал, батюшка приезжал, служил Малибин Федоровской, да, хорошо, православные рабки отличаются от мусульманок, что ходят без опокрытой головы в храмах, ну, вероятно, скажите, что почитать для более глубокого понимания своих грехов, а то как-то сложно готовиться перед исповедем, так, не вижу в себе грехи, ну, ну, даете вообще, грешница, первый грех, то, что я не вижу своих грехов, знаете, человек не видит своих грехов, потому что он просто в темной комнате, ну, в темной комнате все кошки серые, да, в темной комнате у меня, вот, знаете, как быстро навести порядок в комнате, выключите свет, вы не увидите ни пыли, ни носков, которые валяются под ногами, ну, темная комната, раз, и все в порядке, включил свет, и все, и за голову взялся, Господи, а там накрошили, здесь пыль, тут что-то разлили, пятно сладкое, прилипает, да, скажите, чем больше света, тем больше этот свет обличает, чем меньше света, тем все кажется в порядке, так же и душа наша, вот, как только в нее свет проникает, настоящий, ты начинаешь видеть, Господи, да это в этой душе у меня столько грехов, столько грязи, столько этой духовной пыли, все нечистоты, вот, поэтому мы не видим свои грехи, потому что в нас тьма, или по-моему мрак, в лучшем случае, как только туда лучик света Божьего пройдет, по-настоящему, коснется благодать Божья, настоящий, прикосновения, о, тогда нам страшно даже станет, от того, сколько в нас на самом деле грехов, нечистоты и прочего, так что, советую вам почитать святых людей, например, почитать святого, ну не святого, он праведный, Иоанна Крестьянкина, опыт построения исповеди, вот, вот я вам советую, поможет вам, у сына сестры ДЦП, крещеных в греко-католической церкви, можно ли подавать его здравие на литургии, или только домашние молитвы, к сожалению, греко-католики являются униатами, еретиками, они не являются в литургическом общении с нами, соответственно, нельзя, спасибо, напишите, пожалуйста, ответ на мой вопрос в личку, очень серьезный, если пропустите, я уже ответил, аборт по медицинским показателям является грехом, конечно, является грехом, потому что аборт, это всегда убийство, и лишь, если медицинские показатели, касаются спасения жизни мамы, то это такой допустимый грех, скажем так, ну что я имею ввиду, вот чтобы правильно объясниться, аборт в любом, априорно, вот всегда, в любом случае, аборт это грех, потому что это лишение жизни, но некая оправдательная сторона в том, что, например, внематочная беременность, да, тут уже 100% погибнет и младенец, и погибнет мама, не дай бог, или еще какие-то такие медицинские как раз случаи, да, вот, но я знаю случаи, когда, вот у нас в Старомосколе есть такие случаи, когда все врачи, все там, медицинские 100%, там, инвалид, все, он там не протянет, не выживет, вы там не дотянете, вы умрете, а мама шла и рожала, и все в порядке, и они сейчас у нас прихожане, вот в наших храмах, как же жить в странах, где разные исповедания, или в одной семье и поведут разные исповедания, да, нормально живут, в Дагестане 36 национальностей, и там и аварцы, и лакийцы, и дагестанцы, и перечислить долго, и там же есть и православные, и христиане, католики, и протестанты, и даже свидетели Иеговы, и мусульмане, ну, правда, взрывают только мусульмане остальных, а так все живут неплохо, Бог один, а вера не могу, Бог один, а вера не могу, не имею права рассуждать, добрый вечер, батюшка, скажите, пожалуйста, почему мучают прошлые грехи, и вела влудную жизнь, в которых я покаялась, молюсь, соблюдаю посту, и хожу в храм, причащаюсь, но все равно какой-то неприятный осадок, знаете, Виктор, потому что у вас был опыт зла, и это хорошо, что этот осадок есть, это тот баланс, знаете, когда балансируют колесо, например, если противовес не повесить, то колесо будет бить, и вы будете ехать, и у вас будет лишнее дребезжание руля, ну, в общем, поняли, также в духовной жизни, чтобы ваш путь был более верный, надо балансировать, но как бы ни странно это прозвучало, да, вот память о своих грехах, память о том, что я, она позволяет вам не уходить в другую крайность, что я свят, я вообще вот, я, 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 я вообще уже праведник, я пащусь, я молюсь, вот, поэтому я молодец, так что этот осадок, память о грехах, она важна, чтобы соблюдать некий баланс, чтобы вас гордыня не захлестнула, когда вы поменяли свою жизнь, когда вы исправили свое житие, бытие, но все же о грехах не забывайте, забудете про свои старые грехи, начнете согрешать новыми грехами, такими как фарисей, фарисейство, гордыня, самолюбие, вот, ну вы поняли, так что, так нам, так нужно, в каких случаях священник может не разрешить причаститься, во многих, когда видишь, что человек не раскаивается, или в смертном грехе живет, и не собирается каяться, или просто не готовился, или не верует вообще, перед причастием воскресенье обязательно быть на вечерней службе, ну, стараться нужно, да, обязательно, здравствуйте, отец Николай, в связи с чем священник на причастие не всем дает целая чашу, но вам скажу так, эта традиция не обязательна, и иногда я тоже, например, не даю, когда нужно очень много людей, там, у нас 220 причастников было, вот, великим постом, то есть одно только причастие минут 40 может длиться, и поэтому я, например, тоже говорю, чашу не целуем, сразу причастились, отходим, все господи, отец Николай, как простить измену мужа, знаете, вот, я скажу так, если это не в ваших силах, то это в силах божьих, что я имею ввиду, нужно так сказать, господи, я не нахожу себе сил взять и простить, но я знаю, что ты можешь мне, господи, дать эти силы, помоги мне, господи, я хочу его простить, я хочу, и знаю, что он меня любит, и что это была ошибка, все мы грешны, все мы оступаемся, вот, научи меня, господи, прощать, и мне кажется, вот, простить человека может тот, кто сам умеет каяться, вот, кто сам чувствует, насколько он слаб, насколько он немощен сам по себе, поэтому вы чаще исповедуетесь, чаще свои грехи, вот, старайтесь видеть, и тогда появятся силы прощаться, грехи ближних, оставь нам долги наши, как и мы, да, оставляем ложником нашим, осталось 15 секунд, вопросов еще много, я сразу начинаю новый эфир, всех зову в новый эфир, очень неприятная ситуация произошла, эфир сорвал мне человек, который вот, я просто звуки отключу, пишет, 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 ну, неужели вы не, вот, опять, я просто хотел в сторону убрать, и соскочил эфир, прям, вот, не понимаю человек, который, ну, видишь, идет эфир, священник сейчас ведет эфир, зачем в личку писать, зачем писать, я смотрю, 21, 22, 23 сообщения, ну, неужели, ну, неужели, ну, неужели, ну, неужели, ну, неужели эти письма сейчас, они меня отвлекают, сорвался эфир, ну, что за искушение, соображать-то надо, приветствую, Ален, очень жаль, там, я старался один ответ записать для девушки 16-летней, надеялся, что в том эфире этот ответ мама потом покажет, ну, вот, искушение. Как храм относится к ЭКО? Миллион раз отвечали, еще раз миллион первый ответим, что церковь запрещает ЭКО, вот, поясню так, что мне очень хочется, чтобы все желающие стать матерями были матерями, я очень по-человечески, ну, так сказать, желаю и желал бы, чтобы в семьях, где ждут детей, очень надеются на рождение, были дети, но все же ЭКО сопутствует, как правило, умерщвлению нескольких зачатых эмбрионов, что равносильно аборту, поэтому ЭКО, с точки зрения христианской веры, считается грехом. Как вера относится к ЭКО? Только что ответил. Добрый вечер, завтра в Башей встрече с молодежью. Под молодежью вы кого подразумеваете? Марина, вы точно проходите. Приходите. С сестрой с Наташей. Если не понимаешь значение некоторых слов в молитвах, это грех? Плохо? Ну, как сказать, это просто незнание, надо его искоренять. Встреча 18 на 0. Батюшка, как быть, муж хочет третьего ребенка объяснять тем, что первых детей толком не воспитывал, жалеет об этом. А на мне было все. Как быть, батюшка, ведь он кардинально поменялся. Так прекрасно, что поменялся человек. Рожайте. Думаю, что тут только порадоваться надо. Как быть, если крестный моего ребенка совсем не интересуется ей? Ну, а то ей перед Богом отвечать за то, что она не исполняет своих... Она же перед Богом дала свои обещания. Богу, Богу. Так что Богу она будет отдавать ответ. Сейчас на Спасе идет передача «Разговор с атеистом». Вам бы не хотелось в ней принять участие? Хотелось бы. Даже, я считаю, что Евгения Панасенкова не надо было приглашать. Хотя бы просто потому, что этот человек переступает все рамки. Я не знаю, как он проведет эфир с отцом Василием Геливаном. Но, надеюсь, что корректно. Но это человек, который опускается до оскорблений, до богохульства. И я удивился, что его позвали. Считаю, что не стоило именно этого человека звать. А в целом, отвечая на ваш вопрос, да, я бы хотел, конечно. Но что-то со Спасом у нас как-то уже не срастается. Не знаю, по какой причине. Но как-то перестали звать. Кто заинтересован, вы можете написать предложение, почему бы отца Николая не позвать заново. Но это не попытка вас к чему-то подвигнуть. Просто я не совсем сейчас понимаю политику канала. Я так вижу, что они зовут теперь только московских священников. И, как правило, это уже постоянный костяк сложился. Понять бы логику. Видимо, она присутствует. Ну, как-то так. Ладно. Это не сильно меня тревожит. Но конкретно в разговоре с атеистом, я думаю, это было бы интересно. Отец Николай, скажите, пожалуйста, есть ли предпочтение вам по времени, когда лучше покрестить малыша? Нет никаких предпочтений. Как считаете нужным, договоритесь с батюшкой и, пожалуйста, крестите. Как справиться с тревогой за детей, душа болит? Ну, она всегда будет справляться через молитву, однозначно. Добрый вечер. Вы были в Свияжском монастыре? Нет, никогда. Как церковь относится к баптистам? Как к еретикам, которые хорошие люди. В Иисуса Христа верят, Библию читают. Но они еретики. Что поделать? Люди хорошие, но вера у них не истина. Причем прекрасно можно с ними общаться, дружить. Порядочные, добрые, отзывчивые, искренние. Очень много плюсов. Но вот в ереси они. В ереси. Можно ли молиться с правилами про себя? Конечно, можно. Вы не сомняете, Татьяне и Чадах. Мы, Сергею, как Максим болеем. Напишите в сообщениях, и завтра помянем на службе о здравии. Мой сын 13 лет, занимается футболом, ходит в причастие. Но просит стрижки оригинальной. В последнее время была цифра 7 на затылке. Да, чем бы дитя не тешилось, ничего страшного. Конечно, в храме-то будет чудно, но я думаю, это можно закрыть глаза. Супружеские отношения ради удовольствия. Грех? Нет, не грех. Вот хочу об этом, кстати, несколько слов сказать. Недавно какая-то там певица, да, что ли, Саша Зверева, там, отец Павел Островский, на нее там, на ее пост ответил. Что-то там высказалось. Я почитал. Ладно. Ну, какая-то глупость вообще от начала до конца. Глупость полнейшая. Так вот она пишет, что я против там того, что спать с мужем я могу только ради рождения детей. Тут странный случай, когда за тебя решили, и тебя потом в этом решении еще обвинили. То есть, за церковь она решила, что якобы это так. И нас же церковь обвинила в том, что это так. Хотя это не так. Апостол Павел очень хорошо об этом пишет в Библии, пожалуйста. Братья, сходитесь. То есть, ну, переведем это слово, как вступаете в интимные отношения. Сходитесь. Братья, ну, братья имеется в виду не мужчины. Братья и сестры, да. Обращайтесь всегда, братья. Обращайтесь к христианам, ко всем. Братья и сестры, сходитесь. По согласию взаимному. Но на время иногда и нужно расходиться, дабы поупражняться в посте и молитвах. А потом снова сходитесь, дабы не искушал вас сатана. Как перевести эти слова апостола Павла на наш язык? Братья и сестры, в супружеских отношениях вы должны регулярно заниматься любовью. Однако, нужно все-таки иногда делать определенные посты, паузы. Ну, голод как бы тоже должен присутствовать, да. Но это все должно быть по взаимному согласию, чтобы вас вообще сатана не искушал. Вот такой мой вольный немножко перевод, но смысл именно таков. Нигде не сказано в Библии, нигде вы не найдете, что братья, вы должны вступать в половые отношения только ради того, чтобы зачать ребенка. Нигде такого нет. Вот и все. Отец Николай, скажите, перед причастием надо прочитать три канона последних костовом причине? Если вы человек воцерковленный, давно в храм ходите, конечно. А если делать ЭКО, при этом не отказываться от поблагодаренных яйцеклях, допустим, сделать два и родить два? Ну, это, наверное, единственное, что может оправдать ЭКО. Если человек соглашается на всех, оплодотворенных. Вы знаете, Наталья. Ну, давайте вы в храм лучше приходите, там батюшка вас благословит. Помоги вам, своя Наталья. Артемий 20-го сдает ОГЕ по-русскому. Прошу помощь. Давайте помолимся за него во вторник. У нас вообще тоже будет важный день. Матушка Марина будет выступать в областном центре, посвященном материнству. Помолимся, конечно. Артемий. Помоги и мечания Павла и Валерия. Отец Николай, добрый вечер. Почти год, как вас слушаю. Столько новых подписчиков пишут. Вопросы те же, что и когда-то мне были интересны, непонятны. Все так же спокойно хочу объяснять. Елена, скоро это вам уже надоест. Сейчас с ним идет эфир, он прям хам, извините. Он хам, его не надо было звать. Это человек недостойный диалога с христианами. Потому что он богохульник. Кураеву, отцу Андрею, ну это лет 10 назад было, в эфире, в прямом эфире, он нахамил, сказал, что он свинья вонючая, тебя воняет. Ты пришел сюда к цивилизованным людям, от которых пахнет духами, в каком-то трепье. Пахнет, свинья, свинюшка. То есть, вот за такой уровень, я не говорю о духовности, я говорю сейчас просто о воспитании и манерах, уже предполагать, что этого человека нельзя звать на публичные вот такие вот слушания. Его надо лишить этого, этой привилегии. Евгений Ипанасенков, научитесь уважать собеседника. Даже если вы не разделяете его. Вот когда вы покажете хотя бы уровень светской культуры, мы будем говорить уже о духовности. А говорить человеком о духовном, который, простите, ведет себя как последний хам, ну это то, что Христос сказал метать бисер перед свиньями. И сейчас я не хам, я просто процитировал Евангелие. После вечерней службы считаю последнюю капричастию. Вечернее правило немного сокращаю. Устаю, это очень плохо. Но если устали, то ничего страшного, что поделать. Есть же предел сил. Мама верит, что если становится крестным до замужества, то не будешь счастливым. Не запрещать остановиться. Дайте, пожалуйста, совет. Моя двойная сестренка из-за этого не крещена. Мама ошибается, и она в данном случае даже погрешает. Нельзя свое суеверие таким образом превращать в такую проблему, которая создается. Как сыну вернуть веру в Богу? В детстве верил, ходил со мной. Сейчас даже крестик не носит, не хочет. Молюсь за него. Елена, ну вернуть веру может сам человек, который ее потерял. А вы можете лишь помочь. Я много раз об этом говорил, что веру в Бога, как правило, человек может передать через тот свет, который от вас самой исходит. Ту мир, радость, благодать, которую вы как христианка должны являть. Вот тогда человеку никаких слов доказательств и убеждений не нужно будет. Он будет чувствовать, что да, вот мама верующая, и от нее вот это идет. У других не так. Вот моя мама несет в себе какую-то другую реальность. Все-таки это все есть. Вот примерно так. Крестница, ее друг, говорит, что на все готов ради нее. Она ему не верит. Два года встречали, замуж не звал. Так он мне 10 тысяч долларов предложил в доказательстве. Ну не все, ну не серьезно ведь. Да откуда я знаю, что тут? Что тут скажешь? Я не эксперт по таково-рыночным отношениям. Я не знаю, сколько стоит доказать. Я думаю, что если человек любит, он позовет женщину, которая любит стать его женой. Иуда искорет в аду, однозначно. Потому что сам Христос сказал, что горе тому человеку, которым предается Сын Божий. Лучше было бы ему не родиться. Если сам сказал Христос об этом, значит это означает, что Иуда в аду. Но, что важно, не Бог его в ад отправил. Иуда сам выбрал себе участь адского присельника. Надо понимать, что ведь в Евангелии сказано, и пойдут сии в муку вечную. То есть не полетят, не толкнут, не запихнут их, не потянут за ухо. Они пойдут сами. Самое страшное, наверное, в аду, то, что человек сам пойдет в ад. Почему? Скажете вы. А потому, что его состояние души будет таковым, что только в аду он будет прятаться от того Бога, которого так не любил. Которого так не принимал. От которого так отказался в течение всей своей жизни. Что оказался вне Бога, веры и церкви. Так что Иуда вискариотский уйдет туда, куда он шел. В ад. А шел он в ад. Как быть, если поженился с колумбийской католичкой? Знаете, как быть? Будьте счастливы. Ну, а если так вот в сторону. Вы же любите ее. Вы создали семью. Вы уже сделали серьезный шаг. И то, что она католичка, не должно вас заставлять оставлять ее или там обходить от нее или изменять ни в коем случае вообще. Любите ее. Свою веру не предавать. А может быть, по возможности православную веру ей, вашей супруге, предложить. Но лучше все это сделать, когда она увидит, что вы настоящий христианин. Так что совет вам да, любовь. Что вы думаете о приборном поиске? Что делать с крестами, копанными из земли? Ничего не думала. Ну, хотят люди искать. Ходят. Да ради Бога. А что с крестами делать? Матильными? Лучше в храм отдать. Когда воздерживаться от близости накануне среды и пятницы, воскресенья Господних праздник. Правильно ли? Да, правильно. Только если ваш муж против, то надо подчиняться мужу. Отец Николай, расскажите, пожалуйста, о иконе Нечаянная Радость. О чем ее просит? Ну, Нечаянная Радость – это икона, в которой сюжет жития одного человека. Он был блудняком, приходил постоянно. Ну, такая странная у него была. Традиция. Перед тем, как идти на блуд, на грех, он заходил в храм и остановился на колени перед иконой. А потом шел. Ну, зачем-то он так делал. Такая попытка реабилитации. Реабилитизироваться, наверное, была. И вдруг, однажды он увидел, что у младенца кровь течет из ран на иконе. А он ужаснулся. Он взмолился. Господи, представь, Богородица, что такое? Она говорит, а мой сынок, за твои грехи кровь проливается. Всякий раз, моего сына, за то, что ты грешишь. И этот человек искоренил свой грех нечаянной, неожиданной. Радостью для него стало такое вот Божье, как сказать, возвращение. Божье благоволение ему, чтобы Господь ему открыл. После поста великого лень напала. Как бороться? Дайте совет. Открывать 10 заповедей и читать 4. 6 дней трудись, седьмой Господу Богу твоему. Бог повелел ему седьмой день. Встали, хочешь, не хочешь, приноси свое тело и стой и молись. Бог так повелел. И более того, вам скажу, молитва через силу гораздо более благодатна, потому как труд приложенный, усердие приложенное в молитве, оно достойно и особой благодати. Сейчас Николай, могилки все на восток, а как у мусульман? Ну вот сами задайте себе вопрос. Чего ради мы об этом сравнивать будем, да, мусульман и христиан? Чего ради? Они веруют совершенно иначе. Да, мы веруем, что Христос, восток всегда отождествлялся, восход солнца, да? Восток – это то направление, куда мы молимся. Христос воскресший, Христос во втором пришествии своем воззовет. И мы, да, действительно хороним христиан так, чтобы христианин восстал на восток, да, лицом к Христу. А то, как хоронят мусульмане, это их традиция, что мы ее будем комментировать. Завтра перед выносом чаши капричасти поклоны разрешаются? Нет, поклоны до троицы не позволяются. Батюшка, вы говорите, рожайте. Боюсь, что вернется тот самый человек, в котором был блуд. А на моих плечах двое маленьких деток. Шаг серьезно – верить мужу и родить. А родители все-таки воспитывать в ладу двоих. Вот второй раз читаю, ничего не понимаю. Батюшка, вы говорите, рожайте. Боюсь, что вернется тот самый человек, в котором был блуд. А на моих плечах двое маленьких деток. Шаг серьезно – верить мужу и родить. А родители все-таки воспитывать. Вы вообще как там живете? У вас есть муж, от которого вы боитесь рожать, потому что может вернуться человек, с которым вы раньше блудили. Да вы вообще в каком-то безумии находитесь, простите. Это вообще просто ужас какой-то. Вы должны просто покаяться и забыть про человека, с которым вы когда-то блудили. И своего мужа любить. Рожать ребенка, потому что он у вас просит этого. И прекратить даже думать о том, что кто-то там когда-то вам вернется. И вообще, Анна, образуньтесь. Потому что то, что вы написали, говорит о таком очень серьезном, греховном состоянии сознания вашего и души вашей. Есть муж, есть двое детей. Аминь. Все. Какие могут быть там воспоминания? Покайтесь, как страшный сон забудьте, что было раньше. Тут ведь еще как. Так, если ты веришь и ходишь в храм, то на промахе твои люди смотрят триста не десять раз. Не дай бог. Ты самый пропащий на всей земле. Ну да. Есть такое. Прошу прощения, когда вы будете делать второй сбор вашему другу после автомобильной катастрофы? Или пропустила? Я буду... Вот позавчера звонил наш одноклассник Володя Харлов с Москвы. Я, правда, не успел трубку поднять. Ну, обычно он здесь что-то звонит, какие-то моменты. Потому что мама стесняется Дениса, Денис тоже стесняется. А вот Володя, они просто дружат, как бы не разлий вода, а всю жизнь. Володя с Москвы мне звонит. А тогда я уже звоню маме Татьяне, Татьяне Ивановне. Одним словом, да, Володя звонил. Я вот на днях хочу там узнать, что там, да как. Но я думаю, что вот в июне они собирались ехать на реабилитацию. Или в конце мая, в начале. Вот узнаю. Нет, вы ничего не пропустили, но я узнаю, я сейчас сообщу. Тут у нас в 46-м садике на Звездном, ну кто в Старом Москве, ну не на Звездном, на Ватутино. Вот кто знает в Старом Москве, где милиция. У меня в этом садике дети ходили. Мальчик Максим, 6 лет, заболел, рак крови, лейкоз. Семья такая, ну, нуждающаяся, там и препараты дорогие, нужно уже химия. В Белгороде сейчас лежит. Я вот буду делать, наверное, сбор на следующей неделе для него. Ну, там завтра должна подъехать бабушка, мама-мама. И я хочу, я всегда изучаю, чтобы, если делается сбор, я должен, ну, 100% быть уверенным, что это все правда. Так что, да, будут еще, наверное, просьбы помочь. Батюшка, вы всю Библию знаете в Нью-С? Нет, конечно. Я ее не знаю на Иисусе, но, конечно, я ее читал, читаю. И моя обязанность знать Библию, конечно. То есть, вы думаете, нательные кресты нельзя у себя хранить? Да можно, почему? Просто в храм лучше принести, поскольку есть люди, которым, может быть, подарить кому-то надо. А что они лежат? Просто лежат. Батюшка, я прочитал книгу «Инструкция для бессмертных» Данилы Сой. Она оказала на меня сильное впечатление. С одной стороны, появилась некая ясность, с другой стороны, страх смерти усилился. Ну, бывает такое, знаете. Читайте другие книги, читайте разных отцов, потому что мнение должно собираться от многих священников. Как вера относится к стерилизации животных? Да, допустимо. Почему баптисты знают Библию лучше, чем мы? У мусульмане про Коран тоже знают больше, чем мы про Библию. Потому что у них, кроме Библии, ничего нет. Может быть, вам покажется странным, но у протестантов, тех же баптистов, прописано. Соля, соль и скриптура у них написано. Что такое соль и скриптура? Только писание. Что я имею в виду? У баптистов, у всех протестантов, есть четкое правило, что кроме писания никаких святых, никаких икон, никаких старцев, никаких монастырей. То есть, вся духовная жизнь, богатство церкви, в варианте баптистов, протестантов, снизошло до Библии и служб собраний. Сейчас я вот сейчас собираюсь с мыслями, как это правильнее вам сказать. Глубокий вопрос просто, но он замечательный. Вот смотрите. Давайте зададимся вопросом, когда появилась, собственно, Библия, да? Когда появился Новый Завет? Вы удивитесь, что Новый Завет стал формироваться спустя 20 или 30 лет после смерти Иисуса Христа на кресте. А церковь когда появилась? Церковь Иисуса Христа появилась сразу, как он ее основал. Создам церковь мою, да, он сказал. Церковь появилась уже в 1933 году. Апостолы начали крестить, проповедовать, совершать литургии. И каждое воскресенье причащались, служили литургию. А вот Библии еще не было, представляете? Нового Завета еще не было. Евангелия даже еще не написаны были. Все это из уст в ста передавали, об этом говорили. Лука так и начинает свою Евангелие. Как все уже стали сочинять, ой, не сочинять, а собирать свидетельства. И как все уже начали об этом много говорить, то заблагорассудилось и мне написать о всем, что мы видели, что мы слышали. Лука об этом пишет, что столько уже говорят об этом, что я решил все-таки собрать все воедино, создать. Лука был человеком науки, он был врачом и историком. Поэтому Лука решил собрать все свидетельства об Иисусе Христе. Пока еще вот апостолы, вот все мы еще все это помним, мы еще живы. Так вот, я все-таки к чему? Церковь первичнее, а Библия вторичнее. У протестантов все наоборот. Библия первичнее, а Церковь вторичнее. Вот вы понимаете, это очень важный вопрос. Для нас первично то, что Церковь жила под воздействием Духа Святого 31-х лет, без Библии. Был Дух Святой, были апостолы, были ученики, была молитва, была Евхаристия, причастие, была святость. Потом, когда проходили десятилетия, уже начали все фиксировать в Писании, потому что апостолы умирать начали, старели, умирали, рождались новые поколения, смена, смена, смена. И им нужно было передавать достоверное, тщательно выверенное знание. Так вот, протестанты что делают? Они говорят, что вот самое главное, это вот книга, Библия. А жизнь Церкви с ее святыми, с мучениками, с проповедниками, с апостолами, со святителями, с преподобными, с монахами, с отшельниками, все это ерунда, все это нас не касается, все это в Библии, в Библии нет никаких Николаев-чудотворцев. В Библии нет рассказа про Афанасия Великого, про Макария Великого, про Василия Великого, про Иоанна Златова. Библии не сказано, поэтому мы их не принимаем. Знаете, в домовой книге или там свидетельстве на право собственности не указано, сколько живет людей в доме и какая там мебель стоит. Поэтому я выкину из дома всю мебель и выгоню всех оттуда жильцов, потому что в свидетельстве, в бумаге, зафиксировано, написано только один человек. И никаких там нет перечислений, сколько там телевизоров, какая там микроволновка. Всего этого просто в свидетельстве не указано, поэтому я выкидываю. Будет просто дом, стены и жить там будет в голых стенах только один человек, на которого свидетельство выписано. Вот это логика протестантов. В Библии вот есть то, что есть, а все остальное мы выкинем, нам это не нужно. Да как же так? А как бы, почему бы не принять и документ Библии, зафиксированное Писание, об Иисусе Христе, об учении Его, об апостолах. Но есть же и две тысячи лет истории. Есть потрясающие имена святых, потрясающие жития святых, великие проповедники. Господи, сколько же было великих славных людей, которые умирали за Христа, кровь свою проливали, проповедовали о Христе, любили Христа. Как же мы от них можем взять и отказаться? Как? Вот протестанты отказались. Поэтому вот они сидят с этим свидетельством в голых стенах и считают, что они правы. А у нас есть свидетельство и полон дом гостей. Поняли, да? Как бы я на примерах все, но чтобы было понятнее. Я окунулся в Иордане, в Израиле, а мне говорят люди, что тем самым второй раз окрестилась. Неправда. Вы просто омовение совершили. Крещение может быть только одним. Во имя Отца и Снастуду. Я так поняла, что Анна раньше муж был удел, а теперь третьего ребенка просит. А, вот так? Ой, ну это сложный вопрос. Все усугубляет. Анна, извините, если вас немножко смутило этим всем. Все же, я думаю, по плодам их узнаете, по делам посмотрите, есть ли результат. Человек исправляется, но важно, чтобы это было в делах. Если дела есть, исправление, то надо проявить доверие и рожать. Я две недели держал великий пост, а дальше не смогла держать пост. Попала в больницу на операцию. Мне это очень тревожит, спасибо. Ничего в этом греха нет. Короче, все поняли, кроме меня, что у Анны. Он был похотлив, и я простил ему измену. Но в его жизни было все, и он не видел, как росли его детки. А я верна, ему все простила. Прости еще деток. А я боюсь, хотя я и хочу сама. Вот, я думаю, вам нужно посмотреть на его плоды. И вот Христос говорит, по плодам узнаете, есть ли результаты его исправления. Он действительно показан, действительно изменил свою жизнь. Сходите его в храм, на исповедь и причастие, чтобы он перед Богом вам пообещал. И тогда с Божьей помощью зачинайте ребенка. Муж просит не приглашать подругу при нем, а я иногда ухожу из дома, если к нему приходит кто-то из знакомых. Не можем нормально общаться с другим полом. Как-то некомфортно. Видимо, мы такие грешники. Я считаю, что это нормально, что муж по-честному об этом говорит. Ненормально, что он настолько не сдержан, но хорошо и нормально, что он это признает и честно об этом вам прямо говорит. Если это такие немощи у вас, что ж, так и делайте. Не провоцируйте. Не давайте повода, ищем повода, так сказано в Библии. Муж просит... А, Михалев просит участия в эфире. Ну, чуть попозже. Сейчас отвечаем еще. Как ты читала книгу о мальчике Славик? Что вы думаете? И что думаете о войне, которую вы в Чечне убили за крестику? Последний мучник Евгений Родионов, это святой, да, он действительно казнен боевиками. В 95-м году за то, что он отказался предавать Христа. Он новомученик. А вот Рокславик, это фейк, это ничего общего со святыми не имеет. Про это можете забыть. Скажите, кто может быть свидетелем на увенчание? Обязательно они нужны? Не обязательно. Как правило, друг жениха. Ну, друг жениха или подруг не есть. Отец Николаевич, спасибо за ответ. Пример очень хорошо. Ага, спасибо Господи. Как вести себя корректно с братом церковно-ненавистником? Вот у вас, да, жена колумбийская католичка, брат церкви-ненавистник. Нам Христос заповедовал любить всех. Нам Христос заповедовал молиться за обидчиков. И в этом, наверное, самая лучшая ваша миссия, самое лучшее ваше свидетельство о Христе, что вы его все равно будете любить, проявлять к нему уважение, несмотря на то, что он ненавидит ту церковь, в которой вы являетесь прихожанином и которую вы любите. Молитесь за него, искренне молитесь, чтобы Господь вразумел. И являйте ему пример терпеливой любви. Где во сколе можно принести и отдать вещи нуждающимся? Храм Рождества Христова на Зеленом Лагу. Могут ли быть свидетелями женатые люди? Да почему? Конечно, могут. Могут. Ну что, братья и сестры, я смотрю, вы все тут спать заскулили, да? Начали тут это служить, не служить. Как бороться с пустотой на душе. Пустота на душе – признак Бога отставленности, что вы оставили Бога. Пустота на душе – это признак, что нет духовной жизни, что отсутствует молитва, что отсутствует любовь к Богу тоже. Это признак. Поэтому вот берете себя и ведете в храм, особенно на исповедь. И Богу вот встаньте и поплачьте перед иконой. Господи, вот я такая, что я даже пустая стала, Господи. Иногда вот эта искренняя, горячая молитва со слезами, она быстрее нас приводит в состояние наполненности, как раз, чем мягкая, постепенная, там, как сказать, попытка летать в облаках. Бывшая коллега протестантская, при каждой встрече стоит на их собрании. Я каждый раз так нечестно отказываю. Подскажите, как корректно и дать понять, что я против? Думаю, надо прямо сказать, что я против, потому что я человек православный, и предавать свою православную веру я никогда не буду. Я уважаю твою веру, твой напор, то, что вы порядочные, хорошие люди, но истина мне дороже. Сократ мне друг, но истина дороже. Я считаю, что истина во Христе Иисусе, в Господе, который основал церковь православную и в которой я состою. Протестанты появились в 16 веке под воздействием протеста Мартина Лютера. Церковь основал Иисус Христос, Духом Святым, которого он не спасал на учеников. Поэтому я буду в той церкви, которую основал Иисус Христос, а не Мартин Лютер. Мартин Лютер, между прочим, очень странная личность с точки зрения нравственности. Поощрял в германской крестьянской войне, поощрял крестьян, но когда узнал, что герцоги собрали Швабский союз, он переобулся в воздухе и уже на стороне герцога выступил против крестьян. Таким образом, он был оппортунистом, он, по сути, предал и одних, и других. Как этот человек смог стать символом новой церкви, нового течения, для меня загадка. Есть ли дружба между мужчиной и женщиной, можно ли общаться и с его семейной? Думаю, что нет. Вот вы задайте себе вопрос прямо. Ваш муж и его жена хотели бы, чтобы вы общались? Я думаю, что это опасно. Знаете, пожар не случается там, где соблюдают пожарную безопасность. А нигде бегают с факелом вокруг с того сена и машут им направо и налево. Дружба с мужчиной это всегда факел, которым вроде ты освещаешь дорогу, а на самом деле раз нечаянно подпалил белье, которое висит. И загорелся весь квартал. Вроде шел, ну, хотел засветить, вот, чтобы до дома дойти. Но нечаянно зацепил этим пламенем, спровоцировал и спалил целый дом или квартал. Так случилось, между прочим, в Лондоне великий пожар 1666 года. Но это не важно. А важно то, что это провокация. И рано или поздно эта провокация может случиться. Так что не надо. Спасибо, Елена, за ваши слова. Благодарю. Так, батюшка, отец Николай, помолитесь о здравии, Рабюш, Георгий, анализ крови врачу не понравился. Едем на собеседную. А еще ОГЭ задаю 28-го. Помоги, Господи, да, укрепи, Господи. Старайтесь там выяснить, что там с кровью. Женщина старше, мужчина на 18 лет верует, любит друг друга, в блудении состоят. Возможно ли брак с точки зрения церкви? Возможно. Возможно. Чем и как помочь вашему храму? Староскольца. Ну, наш храм, слава тебе, Господи, выстроим, все у нас есть. У нас есть проекты благотворительные. сейчас будет сбор для мальчика Максима, 6 лет, у которого рак крови и коз. И вот я хочу попробуем, может, даже с вашей помощью, я хочу договориться с одним рестораном, нашим прихожанам, чтобы два раза в неделю они нам готовили горячие обеды и кормить бездомных. вот на эти добрые дела я думаю, что нам можно было бы вполне делать сборы и вот участвовать, если есть такая потребность. Сейчас даже иногда помочь хочется, а то там подозрительная страничка, то там еще что-то смущает. Даже адресно помочь сегодня это уже большая проблема, потому что много слишком мошенников, да. возможно ли хороший брак с разведенным и венчают, повенчают ли, развелся давно, лет 10. Вопрос такой, он комплексный, развенчают или нет, это надо у епископа спрашивать, у кого он венчался. Надо писать прошение, это долгая процедура, там может даже не один год потребуется, чтобы это все решить. А еще более абстрактный вопрос, возможно ли хороший брак с разведенным. Вот сам факт, что вы такой вопрос задали, на мой взгляд, уже выявляет, что вы не уверены. Ну, мне так кажется. Вот если нет такой уверенности, то это определенный сигнал. Попробуйте сама с собой честно об этом поговорить. Если у вас что-то что-то гложет. Одно дело развелись, там бывают случаи, там жена загуляла, просто откровенно, бросилась с детьми даже, там ушла. Ну, тут сто процентов, мужик не виноват. Такие тоже случаи бывают. Другое дело, когда сам загулял, жена не выдержала, ушла. Вот такой гуляк, это уже большой вопрос. Могу ли по субботам ходить все дни воскресного рабочие? Конечно, да, но придется, конечно. Из двух зол он меньше выбирать. Не закончил вопрос. Свекровь силой говорит, пытается отнимать детей, им говорит, что очень любит внуков, но они плачут, не хотят к ней подходить, отнимать ее. Как мне поступить в эту ситуацию? Поговорите об этом с мужем, не так, чтобы муж занял вашу сторону. Потому что здесь, если это свекровь, то вам априори с ней мирно этот вопрос не решить. Вы лишь с ней в конфликт усугубите. Это должен делать муж, поэтому вы как мудрая женщина должны мужа к этому подключить. Батюка, извините, что выхожу из эфира. Ну, так получается, что у вас эфир, я работаю. Ну, вы там в Шереметьево, в аэропорту. Я знаю, да, у вас хорошая, хорошая работа, такая, с небом связанная. Отец Андрей Филатов мне не родственник, но мы очень хорошо с ним дружим. Его сочувствие хорошее. Вы знаете, что он боролся за свою жизнь в тяжелом недуге, но он победил с помощью Божьей, по молитвам. Слава Богу. 16-летний подросток сейчас при просмотре эфира спрашивает, как будет воскрешение и когда, что будет с землей, когда, как душу опять вернуться в тела. Я не смогла ответить. Замечательный вопрос. В Священном Писании говорится, что земля и все дела не сгорят. То есть, ну, то, что нам, собственно, астрономия и физика говорят, что, вероятно, да, наша планета рано или поздно сгорит. Хочется нам в это верить или нет, но так случится. Об этом предсказано в Библии, что земля, полностью обновиться, полностью. И Бог, который создал из ничего целую вселенную, Бог, который сотворил человека, опять же, из небытия, перевел на событие, силен вернуть души всех от века живущих людей в воскрешенные тела. Об этом говорит пророк Иезекииль. За сотни лет до Рождества Христова в Библии об этом предсказано так. И поставил меня Господь на поле и много тысяч костей человеческих, так что все к полю устленно костями. И сказал мне Господь, Сын человеческий, произнеси слово, скажи этим костям, кости сухие, облекитесь плотью, жилы свяжитесь и кожей облекитесь. И произнес я, и стало так, и увидел я, как состав к составу, кость к кости, и плотью обрастает, и кожей покрывается, но тела были бездыханны. И увидел я великое множество людей, так что вот и не было горизонта видно. И сказал мне Господь, Сын человеческий, прорцы, скажи этим телам, и тогда души, ну, в общем-то, описывается всеобщее воскресение из мертвых. Первое предсказание об этом, не, ну, еще у пророка праведного Иова в 2200 году до Рождества Христова сказано, что я знаю, Господи, Ты восстановишь распадающуюся мою кожу, Иов, когда умирал от болезни, он прорек, что я знаю, что Господь восстановит все это, все это вернется, да. Вот знание о том, что Бог вернет души и воссоздаст тела людей, которые там звери поели, пожрали, море потопил, огонь съел, все тела воскреснут, а в эти тела вернет Господь души, потому что душа она бессмертна, она по образу Божьей без смерти, она вечно живет. Так что будет новое небо и новая земля, да. Каким они будут, мы не знаем до конца. Образ воскресшего из мертвых Иисуса Христа нам дает намек. Он проходит сквозь двери и он ест с учениками, пьет с учениками, Фома его щупает, там пальцы вкладывает в раны. Его узнают, его осязают, он ест. с другой стороны он проходит сквозь дверь, он может стать невидимым. Два ученика идут в Маус в село весь день, Иисус идет с ними, а в этот же день Иисус является Петру. И потом, когда ученики возвращаются вечером и говорят, что нам явился Христос, он весь день шел с нами, а ученики говорят, он Петру сегодня явился. Что это? Но вот в таких телах и мы восстанем. Метафизических, о которых мы очень мало знаем. Они будут иметь физические свойства, они можно поесть, осязать, потому грешники будут мучиться в аду, потому что тела будут. С другой стороны, эти тела будут совершенно иными, такими, как было дело у Иисуса Христа. Они никогда не умрут, не постареют, не заболеют. Они будут преодолевать пространство, время, и они будут преодолевать физические константы этого мира. Я пытаюсь сейчас просто евангельские сюжеты переложить на научный язык. Поэтому Бога всего много, Бог сможет. Он уже смог создать все это. И он восстановит, все восстановит. Важно, чтобы мы сейчас самоопределились, мы с Творцом, мы с тем, с Создателем, либо мы из небытия пришли и хотим уйти из небытия. Ведь когда человек не верит в Бога, по сути, он декларирует свою веру в небытие. Он декларирует право небытия на него. Он декларирует то, что он был ничем и в ничто превратится. и это, на мой взгляд, самое абсурдное. Самое абсурдное тот, кто жив, кто пользуется жизнью, даром жизни, признавать себя мыльным пузырем, который просто лопнет и исчезнет. На мой взгляд, самое страшное, что может случиться с человеком, то, что он не познает и не захочет познать Творца как Создателя, как Источника. Что, насладившись жизнью, человек не станет искать Источник этой жизни. Поэтому, заключая эту мысль, логическую цепочку завершая, я могу так сказать, что самое главное в жизни человека найти того, кто эту жизнь тебе подарил. Это Господь. И через него иметь жизнь вечную. Но Господь милостив, даже те, кто его отверг, они не будут уничтожены. Они будут просто пребывать в том состоянии безбожия, которое называется адом. И главная мука в аду, наверное, она будет именно в том, что человек будет мучиться от того, что он не реализовал свое бытие. Ему Бог дал бытие, а он это бытие, ну, можно сказать, не реализовал, он его утратил. Он, вместо того, чтобы выйти на свет, он ушел во тьму. Прийти к Богу, он ушел от Бога. Прийти к жизни, он развернулся к смерти. Вот это и есть ад. Не воспользоваться той перспективой, которая уже тебе сейчас дана. Ты уже живешь, уже тебе Бог дал жизнь. Ты уже не не небытие. Ты уже сам по себе, твоя жизнь, уже доказательство того, что мы не... Как бы... Сейчас. Сама по себе твоя жизнь, уже доказательство того, что Бог есть. Ты им вызван из небытия. И наслаждаясь этой жизнью, радуйся этой жизнью, ищи ее продолжение в Боге. Я понимаю, это очень глубокая философская, наверное, уже такая грань. Но... Это принципиальная задача для каждого верующего, вообще сознательного человека. Разобраться, кто я, откуда мы. Помните, как Петрарко писал, Данте. Все... До эпохи Возрождения уже задаются, кто я, откуда. Я поднял... Я поднял очи к небу, чтобы видеть. Видит ли меня? Небо видит ли меня? Да. Вот этот вопрос будоражил все лучшие умы человечества. Я уже сам по себе феномен. Я уже сам по себе микрокосмос. Моя жизнь это уже чудо. Я должен найти причину и верить, что у этого чуда нет причины, что я просто собрание нуклеидных кислот о боже, это вообще-то быть самым, наверное, мне кажется, несчастным. Я просто конфигурация ДНК, химии и кислот. Да, это, конечно, приговор. Занимаюсь бразильским джиу-джитсу. Как относится церковь к боевым искусствам? Прекрасно, если она идет на пользу. Вполне нормально. Скажите про пластические операции. Всегда хотелось сделать. Но я к этому очень лояльно, между прочим, отношусь. Во-первых, уже в книге пророка Исаии сказано про женщин, которые украшают себя там звездочками, луночками, сережками, продевают кольца в носу. То есть, знаете, пирсинг был известен еще за тысячу лет до Рождества Христова в Древнем Израиле. Женщина всегда хотела преукрасить. Косметика от слова красота. Космос, греческое слово переводится красота. Так вот, косметика от слова красота. Женщина пользуется косметикой, чтобы себя преукрасить. Преукрасить. Соответственно, и желание быть более красивой, ухоженной и так далее, но в природе женщины, ну что ж, поделать. Пожалуйста. Я считаю, что если это не навредит, что это радикально не изменит внешность, а чуть-чуть подчеркнет ту красоту, которая уже есть, ну я думаю, почему нет. Так же и макияж, так же и легкая косметика. Я к этому лояльен. Не знаю, как другие, но я так. Бочка, добрый вечер, скажите, если вы в контакте. Да, я есть, но я, честно говоря, в контакте, ну что-то, ну я не любитель контакта. Никогда там не сижу, очень-очень редко захожу. Как развенчание? Что не развенчать? А если прошение о развенчании писало, могут не развенчать? Могут, но там надо будет по месту эти вопросы задавать. Правда, что дети расплачиваются за грехи родителей? Нет, это неправда. Где во школе православной девушки познакомятся с семинаристом будущим батюшкой? В Белгороде есть семинарии. Я думаю, что в семинарии есть сайт, есть семинарские какие-то чаты. Сейчас все в интернете сидят, пожалуйста, пусть найдет семинарский сайт. Может быть, в семинарии есть храм. Каждую субботу и воскресенье в Белгородской семинарии служат службы, там семинаристы. Поют, читают, молятся. Собственно, если будете в Белгороде, может, там, не знакомые, подруги, пару дней заедете, сходите в храм, может, на вас обратят внимание. Почему нет? У нас так несколько семей появилось в семинарии. Очень хорошие семьи. Почему нет? А в Асколе нет семинаристов. Батюшка, в какое время у вас исповедь поискать семь? Хотим с детками к вам попасть. Анна, у нас исповедь вечером, в субботу. Сегодня, я, наверное, человек 10 поисповедал детей только. И утром, в 9 утра служба все семьи смотрим. Спасибо, Господи, Михалев, 9032. Благодарю. Батюшка, если ездишь в транспорте, видишь церковь, я знаю, что нужно перекреститься. Так лето вокруг много людей. Как быть, пояснить, пожалуйста. Можно ли венчаться второй раз первый брак развенчан? Можно, можно. Добрый вечер, можно ли на одной цепочке носить крестик иконку семистрельную? Можно, да, можно. Я слишком часто разрешаю все, да. Может, не так подробно, другой вопрос. Давайте детей наших с подобной помощь. Пожалуйста. Я вас заслушалась. Да ладно. Так, братья и сестры, надо спать ложиться уже вам. И мне тоже еще молитву читать вечернюю. А может ли душа умершего быть неупокоена, хотя реально же нет? Нет. Однозначно нет. Спасибо за эфир. Спасибо вам, что слушаете. Спасибо, развеялись сомнения. Просто читал, что женщина должна смириться со внешностью. Но тогда давайте перестанем зубы чистить, волосы расчесывать, ногти подстригать. Надо смириться. Вот. Есть тату, это грех. Есть. Делать, наверное, да? Да, тату считаю грехом, честно. Может, умерший меня охранять? Нет. Так хорошо после службы, но все равно думаю, что есть во мне дух злой, мучает, молюсь, причащаюсь. Как еще быть? Анна, вот вы знаете, есть такое исследование, не помню какого, богослова в нашей церкви, конца 19, начало 20 века. Он удивился, что 95-99% весноватых это женщины. Знаете, почему? Потому что структура мозга у женщины. Вот такая мнительность. Женщина настолько себя умеет накрутить, что она начинает реально верить, что она бесноватая. Это называется кликушество. Когда человек не бесноватый, но он уже начинает себя вести и думать о себе как о бесноватом. Дух злобы. Выбросьте вообще на помойку куда-нибудь подальше идти, вообще даже слова такие. Мы, когда крестимся, мы отреклись от сатаны, отреклись. Мы плюнули, плюнули. Иду не плюнули, плюнул, плюнул, все. Отреклись от сатаны, прекратите о нем даже говорить. Видите, аж экран помутнел. Прекратите так думать. Всякий раз, когда вы так думаете, вы его как раз таки вот самое подлое в этой именно то, что чем больше человек не о Боге думает, не в Бога верует, не к Богу тянется, а извините, все о сатане, да о сатане, вот тем сильнее вы сами, себя делайте уязвимы, прекратите немедленно. Вот не благословляю вам даже думать, как еще причащаюсь, как еще быть. Вот вас бы розгами это самое проучить, чтобы вывести из вас эту дурь. Если вы причащаетесь, знаете, не хочу про это просто подробно говорить, но так скажу, если вы причащаетесь, то все в порядке. Реально, если у человека злой дух си, то он не причащается, он не сможет причащаться. хотели приехать к вам, когда благословите. Откуда вы издалека? Да я вообще не сторонник, что там ездить по батюшкам по-разному, я имею в виду себя конкретно. Ничего сверхъестественного. Часто бывает у меня еще и времени не хватает, я тороплюсь. Сегодня у меня четверо младенцев крестились и одна семья с психом ушла, дверь ухлопнули и с храма ушли. Вот такой я батюшка. И это правда, я не шучу. У меня сегодня с крестим люди фыркнули, ушли. И это уже за месяц вторые люди, которые ушли. Так что я не всегда такой добрый и пушистый, как это может показаться. Особенно при личной встрече я могу жестко говорить и категорично. У меня тату, ну что ж теперь поделать. Как его замаливать? Просто новое не делайте и все. Человеку может быть несколько англев, может, да. Первый раз попал к вам эфир. Все очень позитивно, спасибо за мой ответ. Благодарю. Братья и сестры, призывайте своих друзей. Ну, не то чтобы я там гонюсь за числом подписчиков, но с другой стороны, если польза есть, почему не пригласить или позвать или предложить? Да, пожалуйста. Я буду только рад. почему, когда я испадусь, я плачу. Ну, видимо, потому что вы по-настоящему переживаете чувство стыда и раскаяния. это здорово. Читаю Акафью за динамом умершего за 40 дней до годовщины. Начались проблемы с родственниками, напрюки с их стороны. Говорят, что бесам уйдет воду, надо перестать читать. Знаете что? Вы читайте так, чтобы никто об этом не знал. Вы отказали в крещении детей? Я отказываю в крещении детей, если мне взрослые заявляют, что они не собираются воцерковляться и что у них вера в душе, вы нам покрестите, а мы сами разберемся. Нет, тогда до свидания. Так, завершаю эфир. Через несколько минут продолжу, чтобы ответить на оставшийся вопрос, потому что у меня сейчас он закроется. Сразу сейчас вернитесь, пожалуйста. Там был вопрос, я уж подзабыл, про что там шла речь. Ну, напомните, братья и сестры, я для этого сейчас третий эфир завел. Жду. без пятнадцати одиннадцати. Нормально так сегодня, плодотворненько. очи Акафия Святому читается сорок дней, можно продолжить? Да, конечно, вполне. А, про крещение, точно, про крещение младенцев. Да, я отказываю в крещении младенцев, когда люди, ну, сегодня еще было немножко такой нюанс, люди просто живут прямо рядом с храмом, за пять лет ни разу в него не зашли. Я во время общения говорю, а зачем вы крестите вот еще одного ребенка, если вы живете вот буквально в нескольких там десятках метров от храма, и вы не ходите, то есть, вы не являетесь прихожанкой. Я в другой хожу храм, я говорю, хорошо, почему тогда в том храме не крестите ребенка? Но решили вот здесь. Хорошо, в этом году вы причащались хоть раз? Нет. Пост соблюдали? нет. На службе в воскресный день в этом месяце кто-нибудь был, человек 40 стоит, ни один руку не поднял. Я говорю, о чем мы вообще сейчас говорим? Я не хочу крестить, но все остальные сказали, мы исправимся, батюшка, вы правы, да, надо, я говорю, А вот конкретно эти сказали, вы что, нас, вы что, решили, что мы обязаны в каком-то таком томе? Да, обязаны. Ну, простите, я что, с Богом в игрушки играться, что ли, должен? Во время крещения мы Богу даем обеты на минуточку, мы Богу даем обещания. Чего? Доброй христианской жизни. Но если мне люди говорят, что какая христианская жизнь, мы не собираемся никуда не ходить, не как-то меняться, вы нам просто покрестите, а там мы разберемся. То получается, ты настолько обезумел, что ты пришел Богу лгать в лицо и не моргать перед этим. Я на это не готов. Как вы относитесь к старцам? Можно ли верить? Ну, настоящим старцам, конечно, можно и нужно. Мне сказал батюшка, Акафис заумышев до Троицы не читает. Я не знаю, почему он так сказал, читает. Каким образом Богу дают обет? Ну, просто в храме стоишь, человек, Богу дают обещания. Все, это и есть обет. А у меня предварительность предварительная беседа проходит сразу перед крещением, потому что а, первое, так удобнее, у нас нет просто здания церковного, где бы проводить, б, так гораздо больше слушают, слушают все гости, а то приходят только крестные на беседу, то придет два человека, то придет человек десять, вся семья, и все слушают, а мы проводим минут сорок беседу, час практически иногда, причем у меня программа нормальная такая, в общем-то, эффект есть, те, кто слушают, вылечить болезнь, нет, я не врач, не целитель. Многие не понимают, что спрос будет с вас, да, я им говорю, я не хочу Богу потом стоять перед Богом и говорить, что я крестил непонятно кого, непонятно зачем. обет можно дать, да, без священника. На самом деле, много таких родителей, которые сами не верят на детей крестят, но на самом деле, мы с этим и должны бороться. Но мое глубокое убеждение, что с этим надо кончать, надо прекратить крестить просто так, потому что захотели. Это уже неверно, это неправильно. Я воспринимаю, что церковь, это собрание, экклесия, собрание верующих людей. Если ты пришел в собрание в сообщество, ты либо принимаешь правила этого сообщества, либо не приходи в это сообщество. Если ты пришел в сообщество автомобилистов, ты либо принимаешь правила дорожного движения, учишь их, сдаешь экзамен, и только тогда станешь автомобилистом, либо не суйся. Если ты пришел в сообщество спортсменов, фитнес-клуб какой-нибудь, плавательный, не знаю кружок пловцов ты либо начинай плавать ходить на занятия тренировки слушать тренера но от того что ты раз пришел заплатил абонемент купил себе кроссовки ты спортсменом не станешь ты просто получишь возможность тебе возьму тобой будут заниматься тебе дадут такую возможность но ты не станешь первый же момент сразу спортсменом если не примешь образ жизни спортивный также здесь да по крест покрестим до крест но христианин то может так и не стать стоит боять подкладка как реагировать год назад дом принесли вот как мне на этот вопрос ответить боять не стоит подкладка если дом то выбросить примерно такой ответ читала что монахи не вкушают мясо 1 за страницу вот так нет потому что монахом традиционное правило не вкушать такую сытную пищу дабы не плотские страсти свои не так сказать не провоцировать при этот изменить и спасибо рад тебе можно хоть в разных рамках вполне можно господь иисус хрисос один и тот же храм и разная православные имеют батюшки разные а господь везде один иисус христос бывает до задания дают крестным причаститься перед крещением я к этому отношусь кстати негативно потому что это системно не между ну разово причастился и дальше он угадами опять не причать это профанация какие животные нечистые все чистые мы с вами не мусульмане не иудеи в июле несколько раз встречалась такая мысль что лучше не давать богу обетов лучше меняться внутренне без обета чем его не исполнить перед богом неправильно марина правильно но и иногда бывают такие стимулируют так такой стимул нужен такая мотивация что на обед и только обед может человек помочь воскресная ради нас пошла исповедоваться хотя лет 10-15 не исповедовалась мой брат считает многие церкви отмыванием денег в основном речи москве как вы переубедите да никакого не уперебедить он просто не знает как церковь живет чих отмывать они так чистые я шучу конечно степ термин отмывать деньги родился в америке в 70-е годы какой-то журналисток интересно как запечатлелось сознание людей отмывание денег самом деле церковь вынуждена нужно нуждается в деньгах потому что у церкви есть огромные пункты по затратам от коммуналки от налогов которые якобы все церкви платят платим и налоги у меня вот сотрудники в храме проведены сам я проведен храма есть местная религиозная организация то есть храм наш это в глаза государства это некая организация мпр его местная православная религиозная организация и чтобы устроить на работу человека или самого себя настоятеля там хор я получив статус организации религиозной могу устроить людей на работу а у людей будет белая зарплата у людей будут соцпакет пенсия стаж ну так всего это знаете так вот я как работодателя отчисляю большие деньги ежемесячно государству налогов просто как работодатель это один момент я плачу зарплаты тем кто трудится потому что люди поют читают убираются и так далее я плачу за свет за газ электроэнергию за свечки которые мы покупаем за иконочки на они нам не падают с ними мы их покупаем в монастырях везде так всегда было а апостол павел в библии давно так уже сказано что трудящийся в благовестии от алтаря питается то есть наш труд ну простите дамы вот я не варю сталь и не давая руду как это делать новом городе когда дел мой отец как делать мой брат родной я не горняк не рудокоп не столевар не плотник я священник и я живу от того от алтаря в котором я служу это нормально в этом нет это не зазорно это неплохо это не стыдно и не надо путать понятия деньги в церкви всегда монета звенела хорошо это или плохо и даже может это мерзко прозвучало сейчас для кого-то но десятину в ветхом завете платили по закону моисея а то что христос переворачивает столы менял таким нюанс был на в том что люди в храме продавали животных во дворе храма стояли коровы тельцы они гадили они мучали они это вот это недопустимо более того там были менял и то есть был курс внутренней монеты церковной на римскую по закону моисея нельзя было римскую монету там изображались языческие боги даже вносить в храм а люди не то что вносили они там обмен на пункт устроить барыги по-русски это так называется барыжничество там было христос вот этот вертеп разводников но с эти вот валютчики вну я не знаю как вам так объяснить то слово валючки не люблю у меня есть много хороших знакомых между прочим которые занимаются такими таким способом не всегда там у человека есть там паспорт например пойти в банк или очередь оставить он там позвонил кто-то раз там не осуждают считаю всегда было и будет а вот но когда это устроили в храме вот это конечно заставило христа перри перевернуть но ведь за сотни лет до христа и после жизни и смерти нашего спасителя в церкви пожертвования всегда ну совершались потому что только так цель собственно помните кто кто помнит в евангелии от матфея иуда что с собой носил иуда носил с собой ящик для пожертвований простите христу пожертвования и у его ученикам апостолам люди давали казна была они же покупали продукты наверно где-то останавливались что-то оплачиваем какие-то были траты это же нормально и мы в евангелии не видим что христос за это кого-то обличает нет нет этого осуждения да так что думает ваш брат так ну пусть думает просто говорит о том что он подчерпает информацию не от первоисточника ну как например сейчас я взял вам все очень искренне откровенно рассказал но что даже с эмоциями тема такая болезнь постоянно наскорят такое ощущение что вот я должен прийти в магазин дайте мне хлеба тебе в магазине хлеб там просто так не дают или приду я белгород энерго сбыт или в газпром там бачка да ладно помолитесь за нас мы вам там электроэнергию спишем кубатуру газа там бог простит нет она позвонил в прощенное воскресенье в банк попросил просить мне мой долг не простили безбожники такого не бывает поэтому за все приходится платить в том числе храм вынужден брать какие-то платы зачем христос поступил так что в нас лет он потерялся родители волновались искали знаете 12 лет этот возраст на ближнем востоке когда ребенок уже по сути становится взрослым это не то что 12 лет это сейчас 12 лет мальчишка это уже кстати это уже мальчишка а в 12 лет в то время это почти что взрослый человек поэтому не надо проецировать ваши сублимировать ваши переживания как если бы сейчас 12-летний мальчик потерялся в городе это как это выглядело в древности ребенок мог потеряться через три недели прийти и самому выжил выжил бы и в пустыне из ян креститель кстати в пустыне рос когда его родители убили он ребенка ушел в пустыне то есть не надо так переживать как вот если бы сейчас случилось это первый момент второй момент это было промыслом потому что он господь должен был показать своим родителям кто он почему а потому что человек слаб может быть родители стали об этом забывать собственно не родителя приемный отец да и представить может быть они не хочу это вот может быть когда мне что смело очень прозвучит но может быть им это было полезно я думаю что именно им это было в первую очередь полезно напомнить кого они воспитывают пепси можно так не давать не будем поддерживать носить на крещение детей крестит от сглазов или еще чего совершенно верно я крест на родители маловерующие очень трудно выставлять дочку в храм водить детскую библию купил за здравие обязательно подойдет на меня пучат мол мучает что я мало воспитываю ну что ж поговорить об этом напрямую с родителем скажите что я очень серьезно я все-таки боговерующий давайте мне ребенка раз в месяц хотя бы на службу водить причастие я думаю мне откажет насчет храма в том где мы причем все очень много людей дети не выдержит причастие позже и к другой будем добрал свекровь требует от меня внимания чтобы звонил чаще а мы с ней разные мне нет желания грехли как раньше помогу я думаю что надо ей идти на встречу и в этом есть жертвенная любовь подвиг любви в том что мы делаем то что может быть самим нам не нравится но это приносит пользу тому для кого мы делаем можно ли вещи из сша покупать можно глупых вопрос не задавать иисус христос крестил всех желающих и не устраиваем препятствия иисус христос вообще никого не крестил я вас разочарую библию надо знать христос никого не крестил так что со своим мнением очень странно приходить священника учить тому о чем сами мало иметь представление а как частный вот я еще раз повторю вот для таких вот реплик давайте вот определимся у церкви есть или нет право самой решать как ей вернуть по какому уставу ей жить и каким какими правилами руководствоваться если вы считаете что у церкви нет этого права то вы глубоко ошибаетесь я вам гарантированно ответственно заявляю у церкви есть заповеди каноны устав и ваша задача либо согласиться с этим либо нет но если с этим не соглашайтесь значит вы не вне церкви вы для вас получается церковная жизнь церковные каноны правила не прием вы их не приняли это очень системный вопрос то и такой вопрос на самом деле уже опасно я даже сказал пограничный а вы вообще в церкви или парами сказать вы в той ли церкви в той ли роли может вам кажется что вы настоящий христианка это не так не хочу обидеть но сам факт что вот батюшку взять и подучить вот так вот там рассказать что иисус христос сел всех крестил не препятствовал ну это конечно кое-что выдает как чем сейчас надо исповедаться причащаться ну вообще опять же по канонам правилам церкви и нормой является ежемесячное причастие можно ли женщине грязно в критические дни ходить храм но вы знаете вот слова грязно я бы вообще не употреблял потому что никто не называет их грязной может средневековый кита писатели доходили до такого но нигде библия не называется грязные состоянием вот и ходить в храм можно не было сразу причащаться иисус христос благословил крестить после покаяния пока нет изменения жизни совершенно верно христос сказал идите научите крестящий их во имя отца и сынастого духа уча их блюсти все что я заповедал вам кто веру имеет и крестится спасен будет кто не имеет веру будет осужден от матфея 26 по моему 25 глава запомнить христос дал заповедь крестить кто веру будет иметь и и покрестится с верой кто-то спасется а кто покрестится и не будет иметь веру осужден будет вот кстати хорошо что мне это напомнили место батюшка подскажите пожалуйста почему нельзя делать земной поклон перед чем же я понимаю что мы празднуем пасху душа просит ведь великая святыня не могу не сделать зимой по кому-то плохо это плохо это потому что плохо потому что выявляют вас чувство вот знаете ваше убеждение она выше 4 чем церковная дисциплина это вот настолько тонкая оправданная якобы вот этим страхом божьим благоговением вашим но все-таки это с этого настолько сейчас в этот момент себя свое мнение вы настолько цените что церковные каноны отступать на второй план вдумайтесь да даже на самом деле очень такой нервный момент если есть благословение церкви по уставу церкви не полагаются поклоны земные с великой субботы кроме как перед плащаницей не благословляется все аминь а вы получиться свое мнение оправданное благоговением ставите выше не что это плохо у нас есть друзья семьи очень нам помогают во многом но мы с семьей верующие они не могут понять когда заговор заходит разговор про веру я начинаю доказывать что платим не просто благодарим сожалению не все записалось башки листина должна вноситься как каждый раз когда приходишь храм десятина отменена она была в ветхом завете десятая часть дохода была жертвовать сейчас вместо десятины то что вы решили пожертвовать ваше личное дело можете ну не буду я тут конкретизировать это отлично ваше дело в общем-то владимир это третий эфир добрый вечер бачка скажите можно ли венчаться жениться в високосный год церковь вообще не признает таких понятий как високосный год и так что можно кресту приходили креститься не так как сейчас такие психующие люди по традиции красивый окажется мне с глубоким смыслом ответственностью я вам процитирую сейчас на память юстина философ святой джастин 154 год в наше собрание в нашу общину дабы вошел новый член новые прихожане новых христианин его много испытывают он должен заручиться поддержкой двоих христиан то есть привести с собой двух свидетелей это кстати крестные да потом это превратится в крестных и они эти два христианина должны священнику как гарантировать что он действительно уверовал что он действительно хочет стать как как мы христианином после этого он долго ходит в храм на службы он изучает евангелие он узнает о вере об иисусе христе об ангелах а святых и когда он достигает уровня такого срелости священник присутствии вот этих свидетелей двоих поручителей так сказать крестит и тогда он становится нам братом крещение в древности занимало очень долгий процесс что просто взяли покрестить такого никогда не было идите научите сначала учили вере испытывали экзаменовали на службе помните оглашенные зайдите оглашенные зайдите на никто от оглашенных и лица верни что это за момент это был момент древней церкви когда оглашенные то есть не крещенные но которые готовятся стать христианами стояли на службе к ним уже обращались оглашенные выходите теперь момент на котором вы уже не можете стоять начинается литургия верных где будет причастие вы не можете даже видеть этого выходите из храма оглашенные вам сейчас уже здесь стоять нельзя мать и и тут вы мне рассказываете вот я вам и устина философа привела цитату из литургии и из нового завета там вот 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 уровень да я не то что сейчас хочу там похоже просто вот любой семинарист священник руководствуется вот этим багажом не просто взял я вот приехать взял я и выгнал человека я вас там крестить не нравится с лица нет мы руководствуемся багажом знаний о чем как как появились крестные вот я вам сейчас рассказал про это как все это совершалось как это было сложно крестили два раза в году на пасху и на крещение понимаете как все это было мы знаем вы же не приходите к врачу у которого стаж у которого медицинский институт за плечами и сотни проведенных операций очень периодически не скажете доктор не надо мне рассказывать все это чертополохом лечится вот так берешь подорожник прикладываешь никакого аппендицита завтра уже не будет уйдите так почему я я же не прихожу к врачу так или не прихожу к сталеваром на оскольский наш комбинат рассказывать как сталь варить или какую фракцию заливать армировать как как армировать правильно фундаменты я не строительный сталевар не врач я их буду слушать и прислушиваться а как же я могу что что за такое состояние души что я вместо чтобы прислушиваться буду свой это про называется просто невежество а бачка вам завтра служителю выспаться нужно хорошо сейчас заканчивать мне просто хочу все вопросы таки ответить можно давать знакомому священнику десятину или пусть он распоряжается на свое усмотрение но можете так и так поступать все зависит от храма если вы отходите в храм там настоятель один клирик другой можете тому клирику который вот для вас является духовником пожалуйста пожалуйста ему можете дать я думаю большое за вас будет молиться и благодарить от этого священство живет вот если он там настоятель в храме хоть мы в руки дадите хотим на храм положить он все равно с этой суммой денег которые вы ему пожертвуете будет принимать решение куда там их направлять откажут из ее папа совсем неверующая и на доску и на дочку влияет но попробуйте убедите что в этом ничего плохого то нет просто я не дело не вас обо мне я верующие выше меня крестное звали вы же извините я в бога верю и с ним у меня должны быть свои хорошие отношения ваша дочка я перед богом вы меня что-то обманули ну а как так вы получается когда меня подставили что за отношение ко мне такой нет нет ребята давайте мне крестницу я буду с ней ходить с мужем едем на море попадаем в петров пост если какие-то поблажки путешествующие люди освобождаются от поста так что возрадуйтесь и те кто не дома могут не поститься паспока в путешествии спасибо елена за ваши слова благодарю можете позвать литературу для прочтения тех кто только церковная конечно они в церковную лавку заходит там даже вот прям спрашивать а какую книгу там для новоначальных вам предложат я вот очень люблю не святые святые рекомендовать не поздно мир веры да еще я бы вам советовал труды осипова алексея ильича читать после вашего ответа воскрешение сын прислушался завтра со мной идет на стол и потрудиться над собой благословить его господи помоги вас оксана 31 значит вы белгородской области из старом школе приходите мы с сыном может быть с вами с вашим познакомимся я думаю что самое главное для нашей молодежи кстати у нас завтра будет в торговом центре башенова на третьем этаже вечером встречи с молодежью тоже будет беседа о библии кстати нам очень важно молодежи донести что тот образ о церкви который формирует массовое сознание что мы тут вообще мракобесы что мы тут ничего не знаем мы можем про структуру и струн поговорить можем поговорить про нуклеидные нуклеидные кислоты про но я олимпиады когда-то выигрывал областные по биологии не знаю я думаю что молодежь просто должна понимать священники это люди которые помимо знаний из духовной сферы и обладает большими знаниями обширными в совершенно разных научных областях и в истории пожалуйста вот сегодня память ермогена патриарх мы сегодня на проповедь к сожалению не записал ее в прямом эфире очень много говорили и о смутном времени я борисе годунове шуйском и о том как уже дмитрий как 2 уже дмитрий марина мнишек пытались оболванить русский народ и кто такой минин мясник да и пожарский князь как проходило это восстание с нижнего новгорода одним словом говорить всегда есть о чем со священником и это на мой взгляд нужно не нужно жить в предубеждении о ком-либо что батюшки там они там рассказывают какие-то небылицы мифы ничего подобного ничего подобного но я рад что сынок вашу так вот среагировал слава богу у меня тоже был такой момент и когда лет лет 15 было мне я начал всерьез читать уже духовную литературу папа у меня работал на гоке на столинском и работает поныне есть не церковной семьи но вдруг так получилось что начал читать и понимать что все что здесь говорится это правда который просто раньше я никогда не знал слава богу добрый вечер скажите просто откуда появилось таинство исповеди было ли она заповедана христом или возникло после да конечно безусловно очень спасибо за вопрос сам христос сказал что я процитирую это евангелие матфея сообщает луки марка во всех евангелиях об этом говорится что господь дает эту власть дам вам власть вязать и решите грехи ащи отпустите отпусти перевожу на русский сразу даю вам власть отпускать и разрешать человека от грехов и оставлять на человеке грех если вы отпустите то человеку отпустится грех не отпустите останется сам христос заповедовал ученикам наделив их такими полномочиями либо отпускать человеку грех либо оставить конечно не свои силы силой божьей но через священника это происходит именно поэтому исповедь это очень важно крайне важная дисциплина на которой священник властью делегированным богом способен вслушиваясь в исповедь ощущая эти вот и опять же с врачом со сопоставлю одно дело когда врач на беседе с пациентом внимательно вслушивается и подсказывает ага вот смотрите вот вы сказали вас здесь бы заколола а какой у вас был тогда давление а какие ретроциты а вот вот смотрите вот я вам рекомендую вот этот этот это вот такой диагноз вот лечить вот священник как врач он слушает исповедь и где-то подскажет в чем дальше исповедь где-то подскажет здесь наоборот вы про это даже не думать он он очень тонко к этому подойдет поможет покаяться и если увидишь человек действительно рассказа заплакал сокрушился или полностью поменял свою точку зрения сказал да господи а ведь я не прав помоги мне господи я больше так не хочу ошибаться священник может взять и простить бог бог ему дает эту власть так что вполне да спасибо за вопрос что в идеале нужно делать в храме последователь действий если ты новичок церкви в храме ну первое что нужно понять происходит самая главная служба и в харистии литургии литургия богослужения во время которого по заповеди иисуса христа мы преломляем хлеб и вино сейчас мы христиане веру им что за наши грехи за нашу конкретную сумму зла которую мы творим в жизни умер совершил жертву наш господь и ну схема проста должник ты заплатил он виноват ты наказание получил он грешил ты правил кровь свою твой господь это удивительный невообразимый факт мы веруем в господа который не ждет от нас чтобы нас наказали побили пролилась наша кровь а который свою кровь пролил за наши грехи чтобы мы исправились и больше так не делали отец который сам пойдет пострадает может свою жизнь отдаст но лишь бы спасти своего ребенка это любящий отец а отец который увидел что ребенок там на начал там не тем заниматься в жизни и сразу от него отрекся отпинал его там вышвырнул из дома это не любящий отец это наверное только отчим так поступит любящий отец свою жизнь положит но ради своего ребенка вот мы верим в господа который есть любовь и мы единственная религия в мире где бог не не просто объект поклонения а еще и жертва бог не просто цель поклонения а он еще и средства им богом нашим распятым за наши грехи мы имеем прощение в грехах это удивительный момент самый удивительный как тертулиан в третьем веке скал веру потому что абсурд оригин точнее веру потому что абсурдно веру потому что это не вкладывается с понятия логики безгрешный бог умирает за грехи грешников и на возвращаясь к вашему вопросу на службе самое важно что что эту жертву мы актуализируем всякий раз когда мы причащаемся тело христа распятого на кресте 2000 лет назад мы принимаем в причастие и в этот момент эта жертва она смывает с нас умер он 2000 лет назад за грехи людей но всякий раз как лично ты приходишь исповедоваться и причащаться в этот момент ты актуализируешь эту жертву лично для себя делаешь потребное она для тебя совершается в тот момент когда ты ее эту жертву принимаешь поэтому самое главное в храме как вы спросили это приучить себя ли регулярно исповедоваться причащаться исповедоваться в грехах работать исправляться изменять себя и принимать причастие в оставлении грехов в знак того что ты веришь в господа и любишь его в этом мете вот в чем выражается любовь к иисусу христу именно в том что ты не обессмысливаешь его смерть на кресте если ты не причащаешься значит ты говоришь мне это не нужно зачем ты вообще приходил и умирал мне это не нужно висишь ты на кресте один на и виси а я живу дальше нет не касается самое страшное для на мой взгляд тут знаете однажды я с ветераном чечне общался он говорит самое страшное когда я иду побыли у нас площадь такая центральная в городе кинотеатр были а молодежь стоит смеется самое страшное не то что я там инвалидом стал хромая на одну ногу что мы товари товарищи умирали а то что я иду и из меня смеются я не знаю для кого это жертва была кому вот этим пацанам которые теперь смеются что я хромоногий вот эти слова ветераны мне потрясли самое страшное богу сказать а мне твои твоя пролитая кровь на кресте оказалась ненужной ты умирал на кресте за мои грехи а я в них не каюсь ты плоти свой отдал на распределение я не принимаю тоже не причащаюсь и не пользуюсь я этим даром прощения которые ты нам принес ценой своей жизни вот что такое на мой взгляд самое главное в христианстве это как ты реагируешь на тот факт что за твои грехи твой господь страдал если реакция ответная или нет если нет тогда ну какой-то христианин этот просто расставляешь свечки и веришь в каких-то амулеты в какие-то ныряния в прорубь там куличи вербы ты язычник с христианскими атрибутами но христа ты не принял понимаете насколько вот еще категоричен а это так потому что все что я сейчас говорю основано на богословии наши они просто на моих эмоциях так что в идеале в храме нужно приучить себя литургической жизни регулярно причаться исповедовать молитесь за крестного даже если не знаете про черт павлов понравилось так братья сестры я так чувствую меня не отпустите мне правда пора спать если нет воцерковленных друзей и крови родственников кого брать в крестный просто для галочки лишь того брать не хочется с батюшкой поговорить может быть батюшка станет вместе старалась мужем четыре года назад у него другая жена сестра с ним нормально общается как у них дети мне не хочется с ним общаться хоть и зла на него не держу да вы не обязаны огромное спасибо настолько все понятно благодарю спасибо что слушать расскажите что нибудь и загробная же как нибудь и загробная жизнь звучит смешно забавно звучит как там бачка как вы там стоит ли с ним общаться если плевать хотят этого но если хотят туда переступить через гордыни если именно в дело в детях отец николай со своими крестами не общалась уже давно не виделась мне нужно с ними искать встречу я думаю да да потому что вы в духовном родстве и хотелось бы эту связь все таки восстанавливать что может подарить монаху который исповедуюсь у него сама спроси стесняюсь до деньги подарить но простите это не шутка у монахов как правило с этом с этим всегда очень трудно и он сам себе купит то что ему нужно может выше не знаете можно носки там нужны или термальное белье там или поиск какой-нибудь или ноги варе от варикоза бинты какие-нибудь мы же не знаем а он сам решит я так думаю нет вознесенского не читал слышал что очень много хороших отзывов молодая семья по 20 лет молодежь да конечно спасибо еще три еще раз ответы понятно спасибо здравствуйте подскажите просто как мне поступать когда муж постоянно на рыбалку пропадать друзьями начинается четверга у него баня с пятницы рыбалки у нас семья сына 3 года 5 месяцев я думаю что сыну мужу надо написать письмо так и общаться вы не сможете он начнет ну как правило мужики начинают сразу скулить и стонать взрываться по-разному в общем не выдержит он разговора на шить письмо недолго тоже устаю не читать напишите 3 абзаца но там должно быть все очень обжигающе остро с с любовью и с болью ваша боль и ваша любовь что вы его любите вы его не видите что вы чувствуете что не туда уходит жизни и я хочу чтобы ты отдыхал я не против отдыха с друзьями отлично ты знаешь я только за но не забывай что все таки первое место это мое как жены как матери это наша семья пожалуйста давай первоочередной в первую очередь я тебе прошу если ты самое главное так скажите если ты примешь другое решение тоже приму но услышь меня хотя бы в письме а если не могу исправиться во всех грехах то можно написать навсегда можно пожалейте батюшку а если желание исповедоваться причаститься поиск перед службой они на не постился накануне надо поститься так так можно потерять благоговени как лучше ответить на фразу мой бог меня рабом не называл отвечайте тогда раба тебе еще дорасти раб волю исполняет а ты не исполняешь ты волю божью исполняешь ну к 10 заповедей ты все заповеди да ну дожди раб тот кто исполняет волю своего господина ты до раба еще не дорос товарищ так что не льсти себе ты еще не равно же ну вот я так отвечаю ну и потом в евангелии то она между прочим иисус говорит не называю вас рабами но друзьями этого евангелия там вам 17 глава найдите кратим убивали вот пожалуйста вот в библии мы себя называем рабами они он нас принципиальная разница мы дамы называем и это нормально потому что апостолы иаков брат божий вообще родственник пишет но брат не не родной конечно двоюродный он через иосифа да вот так он пишет иаков раб иисуса христа почему апостол которому иисус сказал не называю вас рабами но вы мне друзья почему все равно продолжайте раба назад потому что это полезно для субординации бог и так бог нас не называют рабами но для нас их субординация все-таки раб божий это болезни а то мы так это до протестантов дойдем который уже иисус у них там чуть ли не с короткой ноги потерять благоговение это еще страшнее а вот этому товарищу так и скажите своему до раба еще то не дорос когда волю божью начнешь словом когда вот ты можете надо я раб божий я волю свою господа исполняю а пока нет а сам бог так никого не называет желание желание опоститься на лично да молодец если как правильно выбрать супруга выбирайте правильного супруга это очень обширный вопрос очень абстрактные на него абстрактно отвечать но я не буду я думаю только одно здесь вам посоветовать с молитвой и с объективным таким чувством трезвым чувством не на не влюбленность должна быть вот влюбленность иногда мешает видеть человека потом глаза открыт господи да как я вообще этого не у не замечала а ты дурочка влюблена была ты не видела что он там и с матерью как хам разговаривает и то и пятое 10 и травку курил что но я же его любил я думал что вот так что вот влюбленность иногда она мешает розовые очки они все искажают как за классик по моему 19 посоветовал жениться надо не не по расчету а с расчетом с расчетом что вот этот человек своим плюсом минусом такой каков он есть как у я узнаю узнаю все-таки я рассчитываю что с ним я прожил спасибо разъяснить за жертве христа пробила до глубины души и слава богу как объяснить ребенку 8 лет откуда взялся бог никак эту тему вы не объясните наверное рационально хотя попробовать так примерно вот только так можно что бог он на то и бог что не нуждается в начале он сам началу и потому мы его никогда не поймем своим маленьким умом вот ты же в такой горшок не поместишь все небо так свою голову ты не вместишь всего бога грехи с не послышала на прошлой раны крестного очень впечатлительно мы редко общались но если вы за него будете молиться то не грех если вы за него не молитесь вот тогда уже грех так ну все спокойной ночи я смотрю все тут уже начали должен ночи мне желать не могу оторваться хороший был эфир брать из хорошо что вот сегодня плодотворно пообщались приглашайте своих друзей вот почему бы и нет буду рад новым людям новому общению главное чтобы у нас было от этого польза взаимно храни вас господь украина кременчук привет очень рад братьям с украины храни всех господь братья и сестры с наступающим воскресным днем укрепи вас господь все доброй ночи отдыхайте